игру, все выглядели грустными, все они чувствовали себя крайне неловко. После этого соревнования слава о двух тренировочных лагерях в метавселенной вышла на новый уровень. Многие расы и разумные существа в бесчисленных цивилизациях начинают искать способы зарегистрироваться в этих двух лагерях. В конце концов, даже самые слабые ученики сильнее, чем самые сильные практики многих цивилизаций. Более того, они являются абсолютно лучшей группой на том же уровне культивирования. Их боевая мощь ошеломляла. Это показывает, что два тренировочных лагеря действительно искусны в развитии практиков. Пока Фан Юни Небула осматривали два тренировочных лагеря, вернувшись на поле боя, Лофен и другие внезапно заметили что-то необычное. Мастер Небула, мы обнаружили следы большого количества врагов. Связываясь с Небулой, Лофен выглядел немного нервным. Судя по размеру прибывающего флота, это немного возмутительно. Даже будучи высшим практиком метавселенной, он чувствовал головную боль. Лорд Ураборос, получив сообщение от Лофена, Небула немедленно связался с Фан Юним. На стороне Лофена есть проблема. На его лице было серьезное выражение лица, пока речь шла о безопасности Лофена. Должны ли мы немедленно послать поддержку? Приближается новый враг. Фан Юни использовал свою ментальную силу. В следующее мгновение в его сознании появилась область вокруг Лофена и его флота. С его точки зрения, Лофен и другие лидеры флота выглядели очень напряженными. Ни у кого из них на лицах не было улыбки. Интересно, когда прибудет наше подкрепление? Лофен посмотрел на темное пространство снаружи. Если бы не ответственность и долг, он не хотел бы не скитаться в этом холодном пространстве. Генерал, был ли ответ от вышестоящего начальства? В конференц-зале молодой бригадный генерал вдруг сказал, услышав это. Лофен просто хотел покачать головой, но в его голове внезапно раздался величественный голос. Я уже слышал о вашей просьбе. Не волнуйтесь, мы скоро пришлем сюда войска. Лофен был в восторге, услышав это. Он уверенно поднял голову и сказал, не волнуйтесь, наше подкрепление скоро прибудет. В тот момент, когда напряженная толпа услышала это, они расслабились. Один из молодых офицеров, находившихся на месте происшествия, попросил у лидера спросить. Простите мою самонадеянность, но генерал, вы получили инструкции мастера Нибулы. Лофен покачал головой и сказал, я получил приказ от мастера Ураброса лично. Ранее он был взволнован, услышав голос Фан Юня. Он не ожидал, что получит эту новость и так быстро отреагирует. Раз уж Фан Юнь здесь, чего еще тут бояться? Независимо от того, насколько силен приближающийся враг, они определенно не могут поднимать волн перед лордом Урабросом. Им, возможно, даже не понадобится участвовать в битве против сильнейших практиков. А что касается более слабых врагов, не было необходимости лорду Урабросу тратить время впустую, они лично должны позаботиться о них. Время быстро шло. Неделю спустя, Фан Юнь вывел небольшой флот на поле боя на передовой. Флот, которым он руководил, состоит из лучших студентов первого тренировочного лагеря и девятого тренировочного лагеря. Что сейчас нужно метавселенной, так это быстрый рост этих студентов, и только пережив кровь и войну, эти студенты могут быстро развиваться. Фан Юнь оглянулся. Когда они только что отправились, эти ребята выглядели очень взволнованными. Во время путешествия он подслушал много радостных и взволнованных замечаний и фраз. Однако по мере того, как они все ближе и ближе подбираются к линии фронта, их лица становятся все более и более серьезными. Фан Юнь улыбнулся, увидев это. Он чувствовал себя старым дедушкой, наблюдающим, как растут дети. Он легкомысленно сказал им, глядя вперед. Ну, все, теперь, когда мы прибыли на передовую, я поговорю с Лофеном и попрошу его сначала организовать ваши позиции. Пока он говорил это, Лофен и другие военные офицеры вылетели из конференц-зала на базовой планете и бросились к ним. Глава 642. Установите слежку, милорд. Пролетев над ним, Лофен взял инициативу на себя и поклонился Фан Юню. На его лице было выражение радости. Милорд, я не ожидал, что вы прибудете лично. Похоже, на этот раз мы можем быть уверены. У людей, которые следовали за Лофеном, тоже были радостные выражения лиц. Они, естественно, знали силу Фан Юня, поэтому, по их мнению, если Фан Юнь будет действовать, то все пройдет идеально. Конечно, с самого начала они никогда не думали, что Фан Юнь лично отправится на поле боя, чтобы помочь им уничтожить эту партию врагов, даже если бы они знали, что у него есть такая способность. Они уже знают о плане Фан Юня постоянно закалять их в огне войны, в бою с настоящими практиками. Хотя следование такому подходу действительно подвергает их жизни опасности, у них есть решимость пожертвовать собой. Все они знают, что выбор Фан Юня является наиболее значимым и подходящим подходом для выживания и роста метавселенной, поэтому у них не было никаких претензий. Хорошо, сначала организуй этих студентов. Фан Юнь указал на людей позади него. Лофен быстро кивнул и полетел к ним. Среди группы людей, которых привел Фан Юнь, было не так много сильных практиков. Большинство из них – студенты из двух учебных лагерей, а остальные – высшие офицеры вооруженных сил. У всех этих людей есть одна отличительная черта – все они молоды. Хотя они молоды, все молодые люди, которых привел с собой Фан Юнь, являются элитой. Они определенно окажут большое влияние на боевую ситуацию. Оставив детей в руках Лофена и остальных, Фан Юнь улетел. Под руководством преданного своему делу персонала он полетел к месту своего отдыха. Примерно через час Лофен пришел к месту отдыха Фан Юня и доложил ему – приветствую вас, милорд, теперь все улажено. Они уже подготовили зону проживания для прибывающих войск, так что им оставалось только привезти их туда и кратко изложить им правила. Остальное сделают нежестоящие офицеры. Да. Фан Юнь кивнул, а затем спокойно спросил. Лофен, как текущая ситуация? Выражение лица Лофена сразу стало серьезным, когда он услышал это. Угроза в основном исходит от вражеского подкрепления. Предыдущий флот Империи из Ума постепенно оказался в невыгодном положении, столкнувшись с нами. У нас не заняло бы у нас много времени, прежде чем мы уничтожили их. Неожиданно их подкрепление прибыло в такой момент. Хотя они еще не атаковали, мы уже можем сказать, что мы не их противники, поэтому нашим единственным вариантом было запросить подкрепление. Однако с вашей помощью, милорд, не должно возникнуть никаких проблем. Услышав это, Фан Юнь кивнул и сказал. Если это так, действуйте в соответствии со своим планом. На этот раз все по-прежнему так же, как и раньше. Я буду наблюдать за войной. Я не буду предпринимать никаких действий при нормальных обстоятельствах. Я буду действовать только в том случае, если ты подвергнешься смертельной опасности. Если нет практика мирового уровня, я не осмелюсь просить вас принять меры, милорд, сказал Лофен с прямым выражением лица, заставив Фан Юня быть весьма удивленным. На что именно намекает Лофен? Он намекает, что уверен в том, что встретится с кем-либо ниже мирового уровня мастера. Он внимательно посмотрел на Лофена, а затем был весьма удивлен прогрессом в его развитии. Он достиг среднего уровня пространства. Более того, его база довольно прочна. Учитывая его превосходную боевую мощь, у него действительно есть квалификация, чтобы сражаться против любого на уровне мастера пространства. Ну, с твоим уровнем развития и боевой мощью ты действительно способен сражаться против любого на уровне мастера пространства. Обменявшись несколькими словами с Фан Юнем, Лофен вернулся на свой командный пункт. Вооруженные силы, которые Фан Юнь привел с собой, значительно увеличили силу флота. Он также знает, что Фан Юнь действительно будет просто наблюдать, если не будет особых обстоятельств. Он их гарантия и последний козырь. Пока Фан Юнь отдыхал в своей резиденции, группа людей, которых он привел, быстро интегрировалась во флот Лофена. Поскольку многие офицеры и солдаты флота Лофена окончили два тренировочных лагеря, все очень хорошо ладили как с младшими, так и с предшественниками. Даже если компания, в которой они принадлежат, отличается. Люди, окончившие лагерь, часто посещали этих новобранцев и расспрашивают их о текущей ситуации в учебном лагере, и в то же время обучают их своему опыту в армии и на войне. В течение этих дней Фан Юнь обращал внимание на вражеский флот. Согласно их расследованию, новый флот примерно в несколько раз больше предыдущего флота, который охранял этот район. Интересно, какой самый практик в этом флоте? Фан Юнь был немного заинтересован. Из-за огромных размеров флота и его продвижения, его командир должен быть великой фигурой, одним из их лучших культиваторов. Даже если это не лидеры их страны, это те, кто достиг вершины уровня мастера пространства. Только они могут командовать таким большим и мощным флотом. Похоже, что даже если в этом флоте нет существ мирового уровня, мастер пика пространства определенно появится. Пробормотал себе под нос Фан Юнь, глядя на изображение флота. Ранее Лофен похлопал себя по груди и уверенно сказал, что, помимо появления практика мирового уровня мастера, Фан Юню не нужно было предпринимать никаких действий, но, похоже, ситуация сложнее, чем он представлял ранее. По его мнению, в этом флоте, по крайней мере, есть мастер на пике пространства, возможно, два или более. Если их будет двое, один из них может запутать самого сильного, то есть Лофена, а другой может пронестись по всему флоту. Без противника аналогичного или более высокого уровня почти невозможно остановить практика такого уровня. Когда придет время, бесчисленное множество людей и кораблей в их флоте будут убиты и уничтожены. Фан Юнь, естественно, не мог принять такое сопоставление этих студентов с практиком, который намного превосходит их уровень, больше не закаляет их. Это просто убьет их. Фан Юнь приказал своим подчиненным внимательно следить за флотом Империи Изума, охраняя его от любого возможного движения. Глава 643. Начальство недовольно вопреки их ожиданиям, новый флот подкрепления не атаковал сразу. Следя за ними, казалось, что они тоже колебались. На самом деле, причина, по которой они колеблются, кроется в Фан Юнь, и они даже не знали, что он пришел, иначе они бы не пришли в этот район. Реакция Фан Юня была довольно быстрой, не говоря уже о том, что его прибытие было безмолвным. На самом деле, размеры, которые он демонстрировал во время своего путешествия, не превышали 10 километров, что очень затрудняло обнаружение его существования. Если бы он показал свой истинный размер, они могли бы обнаружить его существование на расстоянии световых лет. Примерно через 10 дней Лофен и флот Империи Изума вступили в краткосрочный бой. Однако обе стороны вели себя очень сдержанно, не применяя ни боевой мощи высокого уровня, ни оружия массового поражения. Каковы потери? Спросил Фан Юнь, когда Лофен пришел доложить о ситуации. Милорд, сегодня мы потеряли более 300 человек, и 1300 солдат получили серьезные ранения. Лофен торжественно доложил Фан Юню. Однако флот Империи Изума досталось больше. Когда мы говорили об этом, на лице Лофена появилась легкая улыбка. В предыдущий период, вскоре после появления флота подкрепления, многие офицеры не рекомендовали Лофену отправляться к Небуле, чтобы попросить подкрепления. Большинство из них чувствовали, что столкновение из-за этой области на краю Империи Гамма не стоило того. После столкновения, чтобы определить общие силы противника, они должны отступить. Однако у Фан Юня была другая идея. Он чувствовал, что, хотя это место может быть просто краем этой Империи, они не должны отказываться от него. Наоборот, они должны направить сюда рабочую силу, чтобы развивать эту область. Это было вызвано не каким-то пророчеством или желанием, а просто его интуицией. И его интуиция была хороша. После серьезного расследования они обнаружили, что в этом районе есть много планет, богатых энергетической рудой. Кроме того, здесь есть много крупных заводов, оставленных Империей Гамма. Если они будут контролировать эти гигантские заводы, у них будут дополнительные средства для быстрого и эффективного производства звездолетов и другого космического оружия. На самом деле они уже начали оккупировать эти заводы. По крайней мере, в регион, который они завоевали, туда было направлено много технических специалистов и персонала. Фан Юнь рассматривал эти места как критические зоны для защиты. Даже если они действительно откажутся от этой территории, эти заводы должны быть уничтожены. Многие из их последних чертежей моделей уже отправлены на эти заводы. Если бы враг наложил на них свои руки, это было бы очень плохим исходом. В конце концов, они являются результатами обширных исследований метавселенной, бывшей сверхдержавы, ориентированной на технологии. По сравнению с древней вселенной, которая сосредоточена в основном на культивировании, метавселенная более продвинута в области технологий. Конечно, теперь, когда Фан Юнь присутствует, нет необходимости беспокоиться об этих вещах. Один Фан Юнь мог уничтожить флот Империи Изума. За последние несколько дней флот Империи Изума пережил множество мелких столкновений с флотом метавселенной. У них обоих были значительные потери, раздражавшие обе стороны. Примерно через полмесяца генерал флота Империи Изума, казалось, больше не мог этого выносить и начал активно атаковать флот Лофена. Фан Юнь и Лофен вместе наблюдали за битвой. На этот раз не появилась практика уровня мастера пространства, поэтому Лофен не будет участвовать в битве. Он знал, что в тот момент, когда он появится, появятся и мастера пространства врагов, в результате чего масштаб битвы подскочит на уровень. Это будет немного неблагоприятно для них. Обе стороны посылали все больше и больше войск для участия в сражении. Вначале это была всего лишь битва десятков тысяч людей, но теперь она переросла в войну между сотнями тысяч культиваторов. Более того, это число все еще стремительно росло. Похоже, что масштаб сражения вот-вот увеличится. Фан Юнь спокойно смотрел на поле боя внизу. Он медленно сказал, казалось бы, не намеренно. Кстати, Лофен, ты готов к битве? Лорд Урабарас, я всегда готов. Лофен казался полным энергии, отвечая уверенным взглядом. Ну, если это так, то мы возьмем на себя инициативу атаковать, напрямую повышая накал сражения. Прищурившись, Фан Юнь вдруг сказал Лофену. Услышав это, Лофен ничего не сказал, но сразу же приступил к выполнению приказа. Он быстро нажал на часы связи и вызвал своих товарищей, которые еще не вышли на поле боя. Затем начал готовиться отправиться на поле боя в любой момент. Флот противоположной империи Изума также начал двигаться, увидев движение Лофена. Они также развернули остальную часть своей рабочей силы. Внезапно число солдат на поле боя достигло очень устрашающего числа. С точки зрения Фан Юня, это выглядело так, как будто сражалась бесконечная стая муравьев. Конечно, поле боя простиралось на миллиарды километров, так как каждая атака и взрыв были почти планетарного масштаба. На поле боя между двумя сторонами непрерывно сталкивались лазерные лучи. В то же время с каждым мгновением звездолеты то повреждались, то разрушались. Лофен молча наблюдал за всем этим, и его сердце невольно сжалось. Внутри этих звездолетов много его сокурсников, младших, старших и даже наставников. Даже если бы он мало общался с ними, они все равно были бы знакомыми людьми. Видеть, как они умирают один за другим, причиняло ему сильную боль. Война продолжалась. В обычное время их корабли собирались группами по 3-5 человек. При встрече с мастером, превосходящим их по уровню, плотный строй флота позволяет ему посылать поддержку любой команде. До тех пор, пока команда сможет сопротивляться в течение нескольких секунд, тогда тысячи кораблей набросятся на мастера пространства и уничтожат его насмерть. То же самое касалось культиваторов. Кроме того, воины мета-вселенной более могущественны, чем вражеские культиваторы того же уровня, поэтому они, как правило, могут сокрушить культиваторов флота Изума в одном и даже нескольких сражениях. Единственная проблема заключается в том, что в Империи Изума гораздо больше культиваторов высокого уровня, что вынуждает их использовать тактику толпы, чтобы удержаться. Эта битва длилась три дня. Флот Империи Изума пытался привести свой флот к краху из-за огромного давления, но испытав подобное давление раньше, флот Лофина смог продержаться. Напротив, именно флот Империи Изума имел преимущество, которое начало становиться нестабильным. Их начальство было недовольно их нынешним положением. Глава 644. Точильный камень не добившись существенных результатов после столь долгого времени, лидер флота Империи Изума начал злиться. В этот момент ему очень хотелось развязать полномасштабную войну, но что-то в глубине души предостерегало его от этого. Как только культиватор достигал достаточно высокого уровня, у него развивается шестое чувство, и это шестое чувство именно то, что уговорило ему не начинать полномасштабную войну, иначе он, скорее всего, умрет. Такого рода ощущения очень смутны, но это абсолютно не просто галлюцинации. Однако это заставляет его злиться еще больше. Он и другой генерал – лучшие мастера пространства. Как только они начнут действовать, все мастера, включая тех, кто находится на пике развития, даже будут действовать сообща, чтобы быстро убить практика на уровне мастера пространства, избавившись от сильнейшего практика врагов. Однако они, скорее всего, упадут даже при выполнении такого простого дела. Может быть, в их флоте есть скрытые практики. Эти люди не дураки, они быстро подумали об этой возможности, но это озадачило их еще больше. Какое существо обладало способностью мгновенно убить их всех? Может ли это быть? Внезапно им в голову пришла догадка. Несколько человек посмотрели друг на друга, их сердца бешено забились. У них уже есть догадка. Может ли быть так, что тот из метавселенной находится здесь? Они даже не осмеливались произносить какие-либо описательные слова, потому что глубоко знали, что как только существо достигает определенного уровня развития, они могут воспринять любое существо, упоминающее их имя, даже если оно находится за много световых лет. Очень вероятно, что он находится здесь. Внезапно один из мастеров домена пика сказал. Он серьезно посмотрел на своих спутников. В противном случае, ни одно другое существо из метавселенной не может дать нам такого сильного ощущения надвигающейся смерти. На сцене есть в общей сложности три мастера вершины уровня мастера пространства. Всякий раз, когда кто-то из них думал о начале полномасштабной войны против метавселенной, они испытывают сильное чувство надвигающейся гибели. Похоже, что их решение приведет к тому, что они, скорее всего, умрут. Похоже, что метавселенная очень обеспокоена лидером этого флота, Лофеном. Заговорил еще один пик уровня мастера домена. Он тот, кто раньше сражался против Лофена, поэтому он очень впечатлен этим юношей. Да, у этого парня действительно есть некоторые способности. В этот момент все трое нахмурились. Ситуация очень сложная. Хотя они знали, что вторгнуться в эту метавселенную будет нелегко, они все равно не могли сдаться. Они особенно хотят убить Лофена. У этого молодого человека очень высокий потенциал. У него есть потенциал стать королем. Нынешняя империя изума и альянс метавселенных считаются врагами. Они, конечно, не могут просто сдаться или уйти. К сожалению, враг направил своего сильнейшего практика на пике мирового уровня, чтобы наблюдать за этой войной. Если они когда-нибудь осмелятся безрассудно развязать решающую войну, их ждет верная смерть. Это существо считает нас точильным камнем для ребенка по имени Лофен. У мастера пространства, который сражался против Лофена в прошлом, было мрачное выражение лица. Услышав это, двое других промолчали. Они уже видели этот момент насквозь. Более того, этот план действительно эффективен. Они могли видеть, что сила Лофена увеличивалась после каждой битвы. Трое людей долго разговаривали в конференц-зале, но так и не придумали осуществимого плана. Теперь им остается только продолжать затягивать это дело. Мы можем продолжать увеличивать численность войск. Внезапно практик, который боролся против Лофена в прошлом яростно сказал. Разве они не намерены использовать нас, чтобы закалить свой флот? Тогда мы продолжим увеличивать численность войск. Я хочу посмотреть, сколько их солдат переживут эту закалку. Два других мастера пикового домена на мгновение заколебались, затем тяжело кивнули. В начале они также боялись, что дальнейшее увеличение их войск вызовет негативную реакцию со стороны его. Очень вероятно, что это заставит его лично принять меры, но, подумав об этом, они больше не беспокоились. Они все равно враги. Оно рано или поздно начнет действовать. Лучше воспользоваться этой возможностью, чтобы нанести тяжелый удар по этой метавселенной. Даже если это заставит мирового мастера, стоящего за этой субвселенной, принять меры. После того, как все трое приняли решение, они немедленно сообщили империи о ситуации на поле боя. Права, которыми обладали три мастера на пике пространства, все еще очень высоки. Более того, за этими тремя людьми также стоят очень влиятельные организации. Именно из-за этого их запрос быстро прошел проверку и был одобрен. Вскоре после этого туда была отправлена вторая партия подкрепления. Империя изума снова вошла в состояние военной ситуации. Нынешняя империя изума полностью считала Фан Юня и метавселенную своими врагами. Несмотря на их намерение искать мира, метавселенная не выказывала никаких признаков отступления. На самом деле, они даже использовали их армию в качестве точильного камня для своего флота. Поскольку враг не намерен принимать их мирное предложение, они, естественно, не будут реагировать мирно. Решив изменить свой подход, вторая партия подкреплений вскоре прибыла на поле боя менее чем за 10 дней. В течение этих 10 дней Фан Юни другие также заметили, что интенсивность флота империи изума постепенно возрастала. В течение этих 10 дней уровень смертности их солдат постепенно становился выше. Дело было не только в них, даже флот противоположной империи изума понес большие потери. Неужели империя изума намерена начать полномасштабную битву? Фан Юнь вскоре почувствовал приближение подкрепления с противоположной стороны. Он чувствовал, что их появление было слишком своевременным. По прошествии времени Фан Юнь почувствовал, что их солдаты быстро приспосабливаются к интенсивности боя. Несмотря на их большие потери, число оставшихся солдат быстро растет. Если так будет продолжаться и дальше, империя изума вскоре потеряет свое преимущество и даже окажется в невыгодном положении. Но с прибытием второй партии подкрепления империя изума все еще может сохранить роль точильного камня. Конечно, лезвие тоже может сломаться. Армия метавселенной также может быстро пасть, прежде чем у них появится шанс. Все зависит от выбора и действий руководителей армии. Интересно, как Лофен собирается реагировать? Фан Юнь заинтересовался ответом Лофена. В конце концов, безопасность и будущее всего альянса метавселенных на его плечах. Этот молодой человек несет бремя, превосходящее всякое воображение. Этот ребенок тоже что-то почувствовал. Фан Юнь заметил, что Лофен направлялся к своей резиденции. С его точки зрения, он выглядит не очень счастливым. Дело не только в нем, у всех руководителей армии изменился менталитет. Фан Юнь улыбнулся, глядя сквозь множество слоев пространства и материи прямо в разум военачальников. Глава 645. Огромное подкрепление на военной базе многие высокопоставленные офицеры расхаживали с озабоченными лицами. В конце концов, они настоящие культиваторы высокого уровня. Они заметили, что что-то не так. Брат, что нам теперь делать? Встревоженно сказал молодой человек рядом с Лофеном. Это был один из его первых товарищей. Они вдвоем прошли вместе много миссий и дожили до настоящего времени. Они были почти как братья. Молодой человек особенно уважительно смотрел на Лофена и уважает его, поэтому сейчас он поинтересовался его мнением. В этот момент Лофен посмотрел на этого спутника и брата, который сопровождал его долгое время, и сказал с кривой улыбкой. Честно говоря, у нас не так много вариантов. Мы можем только запросить подкрепление. Брат, ты имеешь в виду, что мы должны позвать мастера Ураброса на помощь? Выражение лица молодого человека мгновенно прояснилось, но затем Лофен покачал головой, рассеивая свои мысли. Этот вопрос должен быть решен нами самими. Мы можем вызвать флот из наших различных баз. В Империи Гамма все еще много вооруженных объектов, защищающих космические базы и космические города. Спутник Лофена открыл рот, казалось бы, желая что-то сказать, но в конце концов все же сдержался. Высшие руководители Альянса быстро получили просьбу о помощи от Лофена. Все были шокированы. В конце концов, на этот раз Лофен сам попросил о поддержке. Это немного противоречило их предыдущим идеям, потому что, по их мнению, сила Лофена находится лучшая в метавселенной. Что еще более важно, с ним Лорд Ураброс. Они были потрясены, как могло такое могущественное существо просить о помощи. Более того, почему они спрашивают о нем? Высшие чины метавселенной отказывались верить, что Лофен и Лорд Ураброс были подавлены. Однако, узнав о ситуации, они, наконец, поняли. После некоторых расследований огромный флот из более чем 5 миллионов культиваторов направился к полю боя. Более того, лидером флота на этот раз являлась молодая девушка. Под руководством этой девушки флот начал двигаться в направлении поля боя. Их скорость передвижения была довольно высокой, потому ситуация на стороне Лофена достигла критического состояния. Им нужно как можно достичь флота подкрепления. На самом деле, если добавить время, необходимое для сборки этих 5 миллионов культиваторов, и время в пути, им потребовался целый месяц, прежде чем они добрались бы до поля боя. К тому времени военная ситуация достигла особенно пика. Если быть точным, ситуация в метавселенной достигла пика. Даже Лофен получил много ранений, естественно, что положение солдат еще хуже. Вчера два мастера высшего домена одновременно бросили вызов Лофену, и он, естественно, ответил. В конце концов ему едва удалось их отбить, однако он не остался цел. Боевая обстановка была очень напряженной. Лофен использовал все свои силы, но в конце концов не смог ничего изменить. Их флот понес большие потери. Лофен действительно очень силен. Его будущие достижения безграничны, но ему нужно время. Наблюдая за Лофеном, Фан Юнь сделал соответствующую внутреннюю оценку. Нынешний Лофен находится всего в шаге от уровня мастера среднего уровня, но, судя по ауре, исходящей от его тела, он может прорваться в любое время, и пока он пробьется, его сила поднимется на более высокий уровень. Хотя он даже не является мастером среднего уровня, его аура намного мощнее, чем у любого мастера среднего и даже позднего уровня. Он действительно непревзойденный гений. Однако его амбиции немалы. Он всегда подавлял себя, оттачивая свой фундамент и повышая свою боевую мощь до наивысшего предела, прежде чем подняться на следующий уровень. Даже в такой отчаянной ситуации он все еще подавлял себя. Хотя это неожиданно, я должен признать, что он настоящий гений. Его выбор и опыт полностью отличаются от обычных культиваторов. Фан Юнь посмотрел на Лофена и изумленно вздохнул. Даже он чувствовал, что Лофен сейчас взваливал на свои плечи слишком многое, но как самый могущественный культиватор в метавселенной, это то, что он должен был взять на себя. Я надеюсь, что подавляющее давление не сломит вашу волю, а только сделает ее сильнее. Посмотрев на Лофена, на Фан Юнь снова вздохнул. Внезапно по всей космической базе зазвенели сирены. Флот Империи изума начал очередную атаку. Выражение лица Лофена поникло. Он посмотрел вниз на свое покрытое шрамами тело, но в следующий момент сразу же направился обратно к полю боя. Многие люди последовали за ним. Внезапно из другого места вышел командир подкрепления. Заметив Лофена, она сразу же направилась к нему. Брат Лофен, лидером подкрепления на этот раз также является студентка из первого учебного лагеря. И, учитывая, что она смогла стать командующим 5-миллионным войском, она была отнюдь непроста. Ее зовут Ауин Све, и она старшая внучка особо могущественной семьи. Кроме того, у нее высокий уровень культивации, и она с отличными результатами окончила первый тренировочный лагерь, поэтому ей было предоставлено командование этим флотом. В этом флоте есть по крайней мере три практика космического уровня, но все они являлись старейшинами ее семьи, культиваторами, которые были созданы путем вложения огромного количества ресурсов и без будущего потенциала. Они были посланы специально для того, чтобы защитить ее. Что касается других офицеров, многие из них связаны с ней в различной степени. Можно сказать, что ее контроль над этой армией культиваторов чрезвычайно высок. Именно благодаря этому она смогла возглавить их сестра Све. Лофен улыбнулся, увидев Ауин Све. Эта молодая девушка также являлась одним из его товарищей и другом с первого тренировочного лагеря. На самом деле, пока они похожи друг на друга из одного тренировочного лагеря, у них была необъяснимая близость друг к другу. Даже если они встречались всего несколько раз. Старший брат Лофен, твоя рана все еще не зажила. Разве ты не должен позаботиться о своей ране сейчас? Ауин Све не могла не пожаловаться. Увидев, что Лофен не собирался отдыхать, несмотря на тяжелые травмы, все в порядке. Лофен махнул рукой. Его не слишком заботил этот вопрос. Сестра Све, пойдем. Глава 646. Военачальники врага. Когда Ауин Све увидела, что Лофен не желал говорить о своих травмах, она замолчала и просто следовала за ним. Когда эти двое вышли за пределы базы, они обнаружили, что их флот уже собран. Даже подкрепление, доставленное Ауин Све, было готовым. Подчиненные Ауин Све либо из армии, либо из двух основных тренировочных лагерей. Все они специально обучены справляться с войной и различными опасными ситуациями. Они могут нервничать или бояться во время своей первой войны, но они, конечно, не будут паниковать или нарушать строй из-за этого. Брат Лофен, на этот раз у нас много врагов. Ауин Све с благоговейным выражением смотрела на бесконечные фигуры и корабли на противоположной стороне. То же самое было верно и для Лофена, сидевшего рядом с ней. На самом деле, они даже почувствовали, что их дыхание становится тяжелее. На этот раз империя из ума, казалось, направила всю свою боевую силу. Согласно визуальным наблюдениям Лофена, на противоположной стороне находятся десятки миллионов культиваторов. Все они являются богом войны уровня и выше. Неужели империя из ума действительно намерена дать последний бой? Лофен не мог не стиснуть зубы. Недалеко от поля боя Фан Юнь также был потрясен, увидев эту сцену. Даже он не ожидал, что империя из ума начнет решающую битву в этот момент. Интересно, как отреагирует Лофен? В этот момент Фан Юнь на самом деле намеревается принять меры. Несмотря на его высокую оценку Лофена, он знал, что этот парень сможет справиться с этой ситуацией в одиночку, но все еще у него было в планах сначала понаблюдать за его реакцией. Внизу, поняв, что империя из ума готовится начать решающую битву, он немедленно приказал своему флоту сойтись и подготовиться. Он также намерен развернуть все свои силы. Даже в такой ситуации Лофен не выказал ни малейшего страха. Его глаза были полны решимости. Старший брат Лофен, что нам теперь делать? Однако Ауин Сюэ, которая была рядом с ним, в это время немного запаниковала. Она все еще слишком неопытна. Кто бы мог подумать, что по прибытии она столкнется с такой сценой лицом к лицу. Особенно теперь, когда ее выбрали командующим флотом. Некоторое время она не знала, как реагировать в такой ситуации, как объединить свой флот с флотом Лофена и как разработать стратегии, чтобы справиться с текущей ситуацией. У нее даже не было времени набраться опыта, прежде чем столкнуться с такой сценой, которая может заставить нервничать даже генерала-ветерана. Есть только один человек, который может ей помочь. Ауин Сюэ посмотрел на Лофена. Лофен – единственный человек, на которого она может положиться в это время, и последний действительно не разочаровал ее. Он похлопало его по плечу и сказал. Сестра Сюэ, не волнуйтесь, серьезных проблем не будет. Старший Лофен. Я рада, что получила вашу помощь. Нервное настроение Ауин Сюэ наконец немного расслабилось. Вскоре все культиваторы собрались вместе. Эта сцена была очень похожа на бесконечную армию Империи Изума. Более того, их движения действительно привлекли внимание последних. Лидеры флота Империи Изума больше не колебались. Они направились к военной базе мета-вселенной, и сразу уже началась битва. Чрезвычайно ожесточенная битва. Все виды лазерных и энергетических лучей выпускались без разбора. В мгновение ока многие корабли взорвались напрямую, и погибло бесчисленное множество людей. В такой гигантской космической битве, как это, участвует слишком много людей. Десятки или сотни миллионов, и все они являются культиваторы, но, в конце концов, сколько их выживет. Однако, судя по текущей ситуации, альянс мета-вселенной находился в совершенно невыгодном положении. Брат Лофен, наши солдаты умирают чрезвычайно быстрыми темпами. Слабо сказала Ауин Сюэ. В этот момент ее лицо было немного бледным. Первоначально она думала, что у нее будет время набраться некоторого опыта на поле боя вместе со своими спутниками и флотом. В конце концов, большинство солдат флота, которым она руководила, — новички в космических войнах. Единственный опыт, который у них был, — это битвы против звездных зверей и одноклассников. Они думали, что им придется какое-то время вести небольшие войны, прежде чем перейти к реальным делам, но, к сожалению, в реальном мире не всегда все идет по плану. Ауин Сюэ знала многих людей в своем флоте. У нее даже сложились эмоциональные отношения с некоторыми из них. Однако она просто наблюдала, как одна из ее подруг, молодая девушка, попала под лазерный луч и потеряла половину своего тела. Ее труп или то, что от него осталось, бессильно парила в пространстве, постепенно исчезая в темноте. Она видела, как много друзей и знакомых получили ранения или погибли, многие из них полностью исчезли, потеряв свое будущее, семью, друзей и все остальное. Эти гребаные люди из империи изума. Ауин Сюэ сердита выругалась, чего бы она никогда не сделала при обычных обстоятельствах. Особенно после того, как она увидела, как ее друзья были ранены или убиты один за другим. Ее тело сотрясалось от ярости. Сестра Сюэ, ты останешься здесь. Лофен спокойно посмотрел на поле боя. Он повернул голову и попытался сказать Ауин Сюэ, чтобы она оставалась в командном центре, но она прервала его прежде, чем он смог закончить фразу. Старший брат Ло, я хочу действовать вместе с тобой. Пока я могу избавиться от этих врагов, не имеет значения, получу ли я травму. Если я паду здесь, это означает, что это мой предел. Ауин Сюэ, стиснув зубы, сказала это. Глядя на ее позу, она выглядела готовой наброситься и уничтожить всех врагов. У нее была твердая уверенность. Если она погибла бы в этой битве, так тому и быть. Хотя она родилась в богатой семье с уровнем жизни, превосходящем уровень большинства разумных существ метавселенной, ее семья, в конце концов, является военной. Поэтому ее с детства воспитывали как воина. У нее уже есть убеждение пожертвовать своей жизнью. Услышав ее слова, Лоффен нахмурился. Как раз в тот момент, когда он хотел отказаться, его лицо внезапно изменилось. Три могучие фигуры неслись к нему с невообразимой скоростью, сотрясая пространство вокруг них и превращая все предметы на своем пути в пыль. От этих трех фигур исходила чрезвычайно тираническая аура. Эти трое – высшие военачальники флота Империи Изума. Все они – высшие мастера пространства, в шаге от достижения царства мирового мастера. Сестра Сюэ, уходи. Увидев эту ситуацию, Лоффен немедленно крикнул Ауин Сюэ, который был рядом с ним. Последняя была заморожена из-за сильного удара, выходящего за пределы ее несущей способности. Разница между ней и мастерами на уровне пика пространства слишком велика. К счастью, скорость реакции Лоффена очень быстрая. Одним взмахом руки он окутал Ауин Сюэ нежной волной энергии, затем потянул ее за собой, защищая от атаки трех мастеров. Ауин Сюэ в шоке наблюдала, как Лоффен защищал ее, затем полетел к трем грозным врагам и начал бой. Глава 647. Они все падут, бум-бум. После того, как Лоффен ускорился, он сразу же столкнулся с тремя мастерами на пике пространственного ранга. Даже если он был в очень невыгодном положении, он все равно какое-то время не умрем. Мастерам пространства было очень трудно убивать мастеров на своем уровне. Звуки боя между двумя сторонами гремели, различные боевые навыки сталкивались одно за другим. Это место являлось важной территорией Мета-Вселенной. Ее существование имело решающее значение для них, так что в настоящее время совершенно невозможно было идти на уступки. Сила Альянса Мета-Вселенной изначально ограничена. По мере продолжения этой войны их силы будут продолжать сокращаться. Даже если в конце концов немногие смогут выжить, и они не смогут оказать большого влияния на общую картину. Фан Юнь уже понял это. Эта ситуация не может продолжаться. Фан Юнь внутренне задумался. В следующее мгновение он мелькнул перед Лоффеном и Ауинсуе. Гигантская змея внезапно появилась перед ними обоими, заставив их прекратить свои движения и уставиться на нее. Это Мастер Ураборос. Когда Лоффен увидел приближающуюся фигуру, он был чрезвычайно взволнован. Даже его речь стала немного бессвязной. Первоначально он думал, что Фан Юнь не появится, если не появится Мастер Мирового Уровня. На самом деле, он даже похлопал его по груди и сказал, чтобы он был уверен, заверив его, что ему не нужно предпринимать никаких действий, пока не появится Мировой Мастер. Теперь, когда он думал об этом, Лоффен почувствовал себя немного неловко. Не так давно он размышлял, просить ли помощи у Фан Юня или нет. Что удерживало его, так это не что иное, как гордость и уверенность в себе. Однако он не ожидал, что Фан Юнь появится перед ним по собственной инициативе, в то время как он больше всего нуждался в помощи. То есть, Ауин Сюэ, стоявшая рядом с Лоффеном, уставилась на великого змея перед ней, хранителя и повелителя метавселенной, Лорда Урабороса. Ее сердце начало учащенно биться. Мастер Ураборос внезапно Ауин Сюэ поклонилась Фан Юню, и тот кивнул ей в ответ, но быстро переключил свое внимание на трех культиваторов впереди. Ауин Сюэ, которая не отставала, проследила за взглядом Фан Юнь, но ее лицо начало подергиваться. Она обнаружила, что пространство перед ней превратилось в картину. В центральной части картины были изображены именно эти три культиватора. Страшно подумать, что три мастера пространства, практики, которые могут легко уничтожать звезды и играть с планетами, как с шариками для пинг-понга, умерли так легко и тихо. Их смерть была чрезвычайно странной. Глот Ауин Сюэ не могла не сглотнуть слюну. К счастью, шок и страх быстро отступили, сменившись радостью и поклонением. Мастеру Ураборос Лоффен тоже посмотрел на Фан Юня с удивлением, но Фан Юнь просто ответил улыбкой. Ну, Лоффен, теперь иди и помоги остальным. Избавьтесь от войск империи из ума. Кстати, ты хорошо поработал в этой битве. После того, как Фан Юнь прокомментировал это, он тихо побрел с поля боя. Он не сразу помог остальным на поле боя, а спокойно наблюдал. На самом деле, пока не произойдет ничего необычного, он больше не был намерен участвовать в этой битве. Фан Юнь уделил особое внимание студентам из девятого тренировочного лагеря. В конце концов, этот тренировочный лагерь совсем новый. Было ли это с точки зрения боевой мощи или боевого опыта, эти ребята уступают студентам первого тренировочного лагеря. В этой войне число учащихся девятого учебного лагеря, которые были ранены или убиты, довольно велико. Это в несколько раз больше, чем число погибших студентов из первого тренировочного лагеря. Ха-ха. Лофен глубоко вздохнул, затем быстро направился к центру поля боя. Его аура встревожила большое количество практиков на поле боя. Это Лофен. Лофен. С появлением Лофена флот Империи из ума пришел в ужас, особенно культиваторы более низкого уровня. Это было слишком страшно для мастеров планетного и звездного уровня. Могущественный мастер пространства лично принял меры против них. После того, как Лофен принял меры, все немного изменилось. Это изменение произошло не только потому, что он принял меры, убивая их культиваторов, но и больше из-за смысла, стоящего за этим. Поскольку Лофен появился здесь и мог буйствовать, как ему заблагорассудится, это означает, что их лидеров постигла печальная участь. Три вождя мертвы. Все кончено. Мы умрем. Вместе с появлением этого крика равновесие было нарушено. Бесчисленные культиваторы разбежались вокруг и начали разбегаться в разных направлениях. Три вождя мертвы. Все убегайте. Убегая, некоторые люди не забывали побудить остальных своих товарищей бежать, еще больше нарушив строй флота. К сожалению, большинство из этих дезертиров были схвачены Лофеном и остальными, а затем убиты. Весь флот терпел поражение, особенно с точки зрения Фан Юня. Единственная проблема в том, что этот флот слишком велик. Никто не знал, когда он будет полностью уничтожен. Бум, 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 бум. Фан Юнь посмотрел на поле боя внизу, наблюдая за всевозможными сценами. От героических людей, жертвующих своими жизнями, чтобы выиграть время для побега своих друзей, до презренных злодеев, которые использовали своих товарищей в качестве щитов, чтобы выиграть достаточно времени для побега. Понаблюдав некоторое время, он быстро переключил свое внимание. Он уже видел слишком много подобных сцен. Он посмотрел в определенном направлении. Это была резиденция лидера Империи Изума. Фан Юнь чувствовал, что, если он уйдет, этот мировой мастер немедленно появится здесь и убьет Лофена и всех остальных. Империя Изума все еще спокойна. Фан Юнь слегка покачал головой. Пройдет совсем немного времени, прежде чем начнется полномасштабная война против Империи Изума. В течение нескольких недель или нескольких месяцев Альянс Мета-Вселенных начнет вторжение. Глава 648. Гений Фан Юнь смотрел на поле боя словно божество. В это время флоты Империи Изума и Альянса Мета-Вселенной были вовлечены в чрезвычайно трагичную битву. Однако ситуация полностью перевернулась. На самом деле, флот Империи Изума на самом деле сильнее, даже если считать практикой уровня пространства Лофена. Во флоте Империи Изума все еще было много мастеров космического уровня. Их число в несколько раз больше, чем у Мета-Вселенной. Жаль, что, несмотря на это, флот Империи Изума все еще отчаянно убегал, полностью лишенный веры и мужества для борьбы с Мета-Вселенной. Они были полностью потрясены и напуганы смертью своих лидеров. Как мог флот Империи Изума, полностью потерявший боевой дух, быть противником Лиги Мета-Вселенной? Фан Юнь оглядел поле боя и не смог удержаться, чтобы не покачать головой. Исход этого дела был уже очевиден. Империя Изума обречена на поражение. У них не было никаких шансов на возвращение. Эта битва длится уже полмесяца. В этот период Фан Юнь всегда был на поле боя. Он очень хорошо знал, что, если он когда-нибудь уйдет сейчас, лидер Империи Изума обязательно воспользуется шансом напасть. В конце концов, обе стороны сейчас очень враждебно настроены друг к другу, и Лофен так заметен. Даже в Империи Изума он известен как чрезвычайно могущественный гений. Если бы такой персонаж появился в их империи, они бы с радостью праздновали, но как только он появится в качестве врага, это будет крайне плохая новость. После долгих раздумий Фан Юнь решил не убивать лидера Империи Изума, а оставить его в качестве будущей цели для Лофена. Нынешний Лофен уже находился на начальной стадии пика Мастера Пространства. После окончания этой битвы ему не потребуется много времени, чтобы достичь следующего уровня. Хотя Мастер Среднего Уровня не сравним с лидером Империи Изума, он уже победим на уровне Высшем Уровне Мастера Пространства. Еще немного времени, и он определенно сможет догнать лидера Империи Изума. Фан Юнь вернулся в город Эгида и продолжил заниматься своими делами. Теперь его общая сила сравнима с Бессмертным Королем, настоящим монстром в Древней Вселенной. Однако его силе очень трудно за короткое время вырасти до следующего уровня. На самом деле, он уже эволюционировал еще несколько раз после достижения уровня Бессмертного Короля, но он был все еще очень далек от следующего уровня. Фан Юнь не спешил, он продолжал упорядоченно есть всевозможные материалы и энергетические камни. Поначалу многие люди втайне завидовали Фан Юню, особенно те новые мастера боевых искусств, которые только вступили на путь совершенствования способности постоянно расти за счет поглощения материи и энергии чрезвычайно завидно. Естественно, они испытывали большую зависть к Фан Юню, который обладал этой способностью. Однако вскоре они поняли, что влечет за собой эта способность. Это требует терпения и постоянной повторяющейся работы. Не говоря уже об одиночестве, которое чувствуешь, их восхищение Фан Юним снова возросло. Они, конечно, не могли выносить скуку и одиночество и постоянно поглощать материю и энергию размером с планету постоянно. Фан Юнь давно привык к такой жизни, так что для него это не имело значения. Он продолжал поглощать все виды руды и энергетических камней, продолжая накапливать биоэнергию и эволюционировать. Таким образом, прошло пять лет. За пять лет альянс метавселенной стал еще сильнее. Наконец-то, Лофен больше не единственным в своей лиге. На данный момент в метавселенной есть три мастера пространства. Кроме того, один из них тесно связан с Фан Юним, потому что он пришел из Империи Голубой Планеты. Империя Голубой Планеты очень заметна на девятом небе. В прошлом оно даже не было признано из-за его небольшого размера и незначительной силы, но в последнее время все изменилось. Один из треха-мастеров домена метавселенной с девятого неба. Этого человека звали Учин. Как и Лофен, он прославился как гениальный подросток, а затем отправился в первый тренировочный лагерь. Теперь, после такого долгого периода, он стал одним из сильнейших в метавселенной. Последний мастер пространства с первого неба, и его возраст похож на возраст Лофена. Теперь же руководство метавселенной почти перешло в руки таких молодых людей, как Лофен и Учин. На самом деле, даже система управления метавселенной в последнее время изменилась. Был сформирован парламент в общей сложности из 30 членов. Спикером парламента является Лофен, и 80% его членов – молодежь. Можно сказать, что почти все лидеры предыдущего поколения передали свою власть новому. Например, Нибула и другие лидеры в основном сошли со сцены истории. У них осталось очень мало власти, как у прошлых правителей. На самом деле их право голоса в новом парламенте составляет менее 10%. Право голоса члена парламента очень важно, но Нибула редко использовал это право. С тех пор, как он отошел от власти, до тех пор, пока эти молодые люди не принимали никаких возмутительных решений, они в основном не возражали. Все они следовали решениям спикера. В дополнение к появлению трех великих мастеров домена выросло число культиваторов других уровней. Например, в начале эпохи культивирования культиваторы уровня Бога Войны были очень редки. К сожалению, сейчас они похожи на обычных людей, их количество слишком велико, чтобы сосчитать. Даже мастеров планетарного уровня часто можно увидеть в процветающих местах. Культиваторы такого уровня уже нельзя считать высокоуровневыми, их количество слишком велико. До сих пор только культиваторы звездного и космического уровня можно считать продвинутыми, но их число все равно значительно увеличилось по сравнению с прошлым. Согласно неполной статистике, среди всего Альянса Метавселенной насчитывается около 300 000 культиваторов космического уровня. Что касается количества культиваторов звездного уровня, то оно превысило 100 миллионов. На первый взгляд эти два числа очень велики, но по сравнению с количеством культиваторов во всей Метавселенной это число незначительно. Это быстрое развитие в основном связано с недавно приобретенной территорией и бывшими гражданами Империи Гамма. Что касается завоеваний, то под руководством Лофена, Метавселенная заняла большую часть территории Империи Гамма. Последняя пятая часть находится под контролем Империи Изума. Вероятно, Империи Изума не потребуется много времени, чтобы полностью уйти с оставшейся территории, что позволит Метавселенной захватить всю территорию Империи Гамма. Стоит отметить, что Лофен теперь полностью достиг уровня Мастера Среднего Уровня. Он является бесспорным лидером трех других Мастеров Пространства. Глава 649. Земля. Они часто соревновались вчетвером, но Лофен каждый раз легко побеждал. Остальные трое просто ранние Мастера Пространства, и их нельзя сравнить с потрясающим гением, таким как Лофен, который может конкурировать с Мастерами на уровне пика пространственного ранга. Им еще предстояло пройти долгий путь. В последние несколько лет Фан Юнь постоянно развивался и развивался. Он появлялся лишь изредка. Поэтому, хотя он и не знает конкретной ситуации, владел общей информацией. Он не знал, что Лофен был назначен лидером Метавселенной до недавнего времени. Он был немного удивлен. Не было слишком непредубежден. Он просто так легко отпустил силу в своей руке, но, немного подумав, почувствовал некоторое облегчение. Времена изменились, культивирование станет главной темой этой Вселенной. При высокой базе культивирования власти статус могут быть легко приобретены. Власти значимость индивидов значительно возросли по сравнению с тем, что было раньше. Естественно, правила Метавселенной изменились. В течение этого периода времени сила Фан Юня продолжала увеличиваться, но его общая сила все еще находится в царстве Бессмертного Короля. Она не сильно увеличилась. В этот день Фан Юнь возвращался к своему месту отдыха, чтобы, как обычно, пожрать различные энергетические руды, но гигантская черепаха внезапно преградила ему путь. Что, ты сказал, что нашел сложенное пространство на краю Метавселенной? Может быть, это проход в другие миры? Гигантская черепаха обладала чрезвычайной чувствительностью. Естественно, она может обнаружить что-то, чего не могли найти даже бессмертные. Обычно, когда Фан Юнь пожирал что-то, гигантская черепаха уходила, чтобы побродить вокруг. Из-за своего молодого менталитета она не выносила скуки и предпочитала бродить по окрестностям. Однако в этот день гигантская черепаха внезапно вернулась, принеся с собой довольно странное послание. Она нашла потайное складчатое пространство. Более того, это свернутое пространство очень странно, оно может даже привести к другой вселенной. Это еще одно тайное царство? Фан Юнь решил пойти за черепахой. После проверки этого не будет слишком поздно сообщить другим. Согласно описанию гигантской черепахи, предыдущее секретное царство – это свернутое пространство, но это новое секретное царство не похоже на свернутое пространство. Это больше похоже на проход. После разговора с большой черепахой, Фан Юнь пришел к такому выводу. Единственный вопрос в том, куда ведет этот проход. Под руководством гигантской черепахи Фан Юнь быстро прибыл в тайное царство, которое он обнаружил. Он увидел, что пространство перед ним было очень хаотичным. Аннигиляцию и коллапс можно было наблюдать в круговом пространстве, но странная вещь заключается в том, что из этого пространства не излучалось никакой энергии. Поэтому Фан Юнь пришел к выводу, что это был лишь фрагмент. Энергия, потребляемая самим этим каналом, удивительно, и необходимо было держать канал открытым, поэтому энергия не вытекала, она потребляется каналом. Фан Юнь некоторое время беседовал с гигантской черепахой о возможности того, что он сможет расширить свое восприятие пространства внутри канала и увидеть, что находится на другой стороне. Если возможно, Фан Юнь хотел, чтобы гигантская черепаха выровняла этот хаотический проход и восстановила его порядок, позволив существам снова пройти через него. По описанию Фан Юня, гигантская черепаха поняла его намерение. Она попросила постоянное питание, чтобы поддерживать запасы энергии в полном объеме, а затем начал использовать свою космическую энергию, чтобы постепенно восстановить порядок в этом канале, позволяя Фан Юнь увидеть, что находится на другой стороне, и даже пересекать канал. Примерно через месяц, благодаря постоянному источнику энергии и пищи, которую обеспечил ему Фан Юнь, он смог работать в течение всего месяца. В течение этого месяца она поглотила массу энергии, сравнимую с несколькими солнечными системами. Даже Фан Юнь был удивлен этим. Похоже, что гигантская черепаха претерпела какие-то таинственные изменения под бесконечным снабжением пищи и энергией. Ее способности стали лучше. Даже Фан Юнь не знал, насколько выросли космические навыки гигантской черепахи. Похоже, ему следует найти время для долгой беседы с гигантской черепахой. Под властью гигантской черепахи пространство перед ними, которое постоянно разрушалось и восстанавливалось, внезапно замерло. В следующую секунду в круглом пространстве возник огромный вихрь. За вихрем сначала была кромешная тьма, но со временем появились планеты, две планеты, три планеты, звезды, солнечные системы и даже галактики. За этим проходом есть еще одно звездное небо. Просто Фан Юнь не знал, является ли это звездное небо просто еще одним местом в этой вселенной, или это совершенно новая вселенная. Все больше и больше планет и звезд появлялось за этим вихрем. Фан Юнь был погружен в свои мысли, как раз когда он был в трансе, краем глаза он внезапно заметил мелькнувшую лазурную фигуру. Его глаза внезапно расширились. Что это было? Сердце Фан Юня дрогнуло. Он быстро попросил гигантскую черепаху перенести сцену назад. Гигантская черепаха нерешительно уставилась на Фан Юня, но медленно вернула изображение назад. Внезапно на гигантском вихре снова промелькнула голубая фигура. Этот вихрь, управляемый гигантской черепахой, подобен телескопу, соединяющему два мира. Он может в любое время отрегулировать угол и ориентацию объектива, чтобы обеспечить четкое представление о вселенной на противоположной стороне. Фан Юнь очень нервно наблюдал за этой сценой. В этот момент на вихре появилось изображение нескольких планет, но их яркость слишком мала. Он смог различить только то, что один из них лазурный. Да, ты можешь немного увеличить изображение. Голос Фан Юня слегка дрожал, потому что эта планета выглядела очень знакомой. Гигантская черепаха начала бесшумно проявлять свою силу, и внезапно сцена в вихре начала увеличиваться. Первоначально очень маленькие планеты внезапно стали больше. Эти планеты были увеличены в десятки, сотни раз. Наконец, в вихре осталась только лазурно-голубая планета. Это, полностью увидев внешний вид этой планеты, Фан Юнь издал громкий крик. Он выглядел чрезвычайно взволнованным и потрясенным. Рев. Он издал оглушительный рев. Он не мигая уставился на планету за вихрем. Его кровь забурлила и закипела. Даже его тело начало трястись. Даже гигантская черепаха почувствовала волнение Фан Юня и ужасающую ауру, которую он излучал. Он начал слегка дрожать. Он уставился на Фан Юня испуганными глазами. Аура, которую Фан Юнь выпускает в этот момент, потрясла даже пространство. Даже космический вихрь начал дрожать. Это заставило его почувствовать укол страха. Ха-ха. Фан Юнь наконец пришел в себя. Он виновата посмотрел на гигантскую черепаху, прежде чем снова перевести взгляд на планету за вихрем. Он был одержим, и если бы у него была человеческая форма, он бы сейчас страдал. Потому что планета перед ним, его родина, Земля. Глава 650. Десять лет спустя Фан Юнь с волнением посмотрел на планету за космическим вихрем. Первоначально он думал, что все равно потребуется много времени, чтобы увидеть свой родной город, но он никогда не ожидал, что серия совпадений приведет к тому, что он встретит его так рано. Чем сильнее он становится, тем больше Фан Юнь осознает свою незначительность. Даже с его нынешней силой потребовались бы сотни или тысячи лет, чтобы просто пересечь эту вселенную, не говоря уже о том, чтобы выпрыгнуть из нее. Раньше у него не было ни малейшего понятия о том, как вернуться. На самом деле, он даже не знал, сколько времени это займет у него. Прежде всего, он должен достичь вершины этой вселенной, прежде чем у него появится шанс покинуть ее и отправиться на поиски других вселенных. Интересно, может ли гигантская черепаха привести меня в противоположную вселенную? Эта мысль внезапно возникла у него в голове. В этот момент его сердце не могло перестать колотиться, и он больше не смог выбросить это из головы. Однако, когда он обернулся, он обнаружил, что гигантская черепаха истекала кровью из его отверстий. Ее глаза, казалось, вот-вот вылезут из орбит. Это Фан Юнь был ошеломлен. Он быстро подлетел к большой черепахе и озабоченно посмотрел на нее. Голос последнего внезапно возник у него в голове, я больше не протяну. В тот момент, когда прозвучал его голос, космический вихрь перед ними внезапно исчез, вернув этому пространству его прежний вид. Пространство вернулось в свое прежнее постоянное состояние. Ха-ха, не заставляй себя. Фан Юнь покачал головой и покинул это место вместе с гигантской черепахой. Уходя, он повернул голову и еще раз посмотрел на это место, прежде чем решительно уйти. Глаза гигантской черепахи изменились, когда он увидел очевидное нежелание и привязанность Фан Юня к этому хаотичному пространству. Он, естественно, почувствовал эмоциональные американские горки в сердце Фан Юня. Фан Юнь и гигантская черепаха ушли, оставив только эту пространственную аномалию. Когда он вернулся в эгиду, Фан Юнь немедленно приказал Нибули и остальным следить за этим хаотическим пространством. Сейчас силы гигантской черепахи недостаточно. Для него чрезвычайно трудно даже открыть этот космический канал, не говоря уже о том, чтобы отправить Фан Юня в ту вселенную. Однако после того, как гигантская черепаха станет достаточно сильной или он лично приобретет способность самостоятельно открывать этот космический канал, он вернется. После стольких лет я наконец нашел дорогу домой. Фан Юнь внутренне вздохнул. Его сердце было наполнено тревогой. Даже его сердце, закаленное в бесчисленных битвах, стало биться сильнее. Он вдруг почувствовал, что ему немного повезло. К счастью, у гигантской черепахи в не хватило сил отправить его в ту вселенную. Таким образом, у него теперь был долгий период, чтобы привести в порядок свой разум и успокоить свое сердце. Милорд, мы получили сообщение от повелителя империи Изума. Внезапно снаружи раздался голос Нибулы. Фан Юнь быстро отреагировал и впустил его внутрь. К настоящему времени он почти успокоился. Чрезвычайно трудно увидеть какие-либо следы эмоциональной нестабильности на поверхности. В чем дело? Прямо спросил Фан Юнь, наблюдая, как входит Нибула. Последний поклонился в знак своего уважения, затем сказал. Ваше превосходительство, лидер империи Изума прислал нам сообщение, в котором говорится, что они готовы к переговорам. Это они хотят заключить с нами мир, почему они ведут себя так, как будто это мы их умоляем. Фан Юнь покачал головой и сказал, не заботься о них, просто делай все, что считаешь нужным. Да, милорд Нибула удалился. Хотя он больше не управлял всей метавселенной, теперь он казался личным помощником Фан Юня. Он тот, кто передавал ему информацию или важные сообщения. Сразу после того, как Нибула ушел, Фан Юнь начал жадно поглощать энергетическую руду и материю, которые были ему посланы. В прошлом ему быстро наскучало повторное действие пожирания материи и энергии, тем более что у них нет никакого вкуса. Однако в данный момент он полон мотивации. Дело было не только в нем, даже гигантская черепаха последовала его примеру и остановила свое путешествие по метавселенной. Вместо этого он последовал за Фан Юним, чтобы постоянно пожирать различные предметы. С другой стороны, под руководством Лофена и других, метавселенная вторглась на всю территорию империи Гама, вытеснив империю из ума. С тех пор началась настоящая битва между двумя сверхдержавами. На самом деле, не считая Фан Юня, империя из ума намного могущественнее метавселенной. У них в конце концов, количество практиков уровня мастеров пространства в десятки раз больше, чем у метавселенной. Но когда началась война между двумя сторонами, флот империи из ума неожиданно оказался в невыгодном положении. Это было связано не с проблемой боевой мощи, а скорее с проблемой менталитета и морального духа. Флот метавселенной храбро сражался и не отступал. Напротив, флот империи из ума показал посредственные результаты. Их мастера пространства большую часть времени даже не осмеливались показываться, опасаясь быть мгновенно убитыми. В войне участвовало слишком мало мастеров пространства. Лофена и трех других мастеров домена достаточно, чтобы сдержать их. Более того, хотя империя из ума уничтожает метавселенную с точки зрения количества культиваторов высокого уровня, их качество намного ниже, чем у метавселенной. После первоначального поражения империя из ума быстро мобилизовала еще один легион культиваторов и звездолетов. Легион был в основном частным, принадлежавшим дворянам и важным деятелем власти. Флоты с обеих сторон снова оказались в тупике. Время прошло быстро, десять лет спустя. За эти десять лет сила Фан Юня значительно возросла, превзойдя уровень бессмертного короля и достигнув уровня мудреца. Что касается одного только размера, то он достиг диапазона в несколько световых лет. Более того, его восприятие пространства достигло более высокого уровня. Это вызвало у него крайнее возбуждение. Достигнув следующего уровня, он уверен, что лично войдет в это хаотическое пространство и достигнет другой вселенной. Однако в последнее время ему становится все труднее развиваться. Ему потребуется по меньшей мере сто лет, возможно, несколько сотен, чтобы достичь следующего уровня. После достижения такого уровня желание Фан Юня поглощать энергию немного уменьшилось. Он решил дать себе немного передышки. Покинув свою территорию, Фан Юнь немедленно позвонил Нибуле, чтобы узнать о текущей ситуации. Он быстро узнал, что флот Лофена был заблокирован флотом Империи Изума в пограничной зоне. Глава 651 Прорыв такой тупик на самом деле очень выгоден для них, потому что Империя Изума уже очень древняя. За такой короткий период было очень мало шансов на большой прогресс. Без накопления бесчисленных лет им было бы трудно значительно продвинуться в силе. Однако метавселенная отличалась. Это очень молодая сверхдержава с большим потенциалом. С течением времени и по мере того, как культивирование становилось все более распространенным, сила метавселенной будет становиться все выше и выше. В доказательство этого за последние 10 лет два культиватора космического уровня из метавселенной прорвались и достигли уровня мастера пространства. К настоящему времени метавселенная насчитывала 6 мастеров пространства и миллионы культиваторов космического уровня. Конечно, ресурсы культивации, затраченные на накопление такого большого количества мощных культиваторов, огромны. Большинство из этих культиваторов полагались на невероятное количество ресурсов и поддержку мощных методов, чтобы достигнуть столь высокого уровня культивирования. Основываясь на их талантах и трудолюбии, им было бы невозможно достичь такого высокого уровня, не говоря уже о таком коротком периоде. Это была идея Фан Юня распределить ресурсы для выращивания, чтобы каждый мог увеличить свою базу выращивания за короткий промежуток времени. Возможно, это помешало потенциалу будущего развития метавселенной, но у них не было другого выбора. Кроме того, следующим планом Фан Юня по развитию метавселенной является сбор материалов для культивации из различных мест. Империя Изума являлась одной из таких целей, и если они не сдадутся мирно, то они применят силу. После того, как Фан Юнь покинул свое место отдыха, но он сначала проверил 9-й тренировочный лагерь. Нынешний 9-й тренировочный сбор совершенно изменился. 9-й лагерь стал более сильным и зрелым, чем раньше. Одним беглым взглядом Фан Юнь обнаружил несколько культиваторов космического ранга, у некоторых из них даже есть шанс достичь уровня мастера домена. В этом учебном лагере общая численность студентов довольно низкая. В конце концов, этот тренировочный лагерь в основном вмещает гражданских лиц и обычных людей. Хотя у них есть доступ к возможностям повышения квалификации и образованию, их таланты слишком низки. Однако из-за их большого количества среди них появилось несколько могущественных гениев. Три культиватора космического ранга, которые Фан Юнь заметил ранее, являются одним из таких примеров. Из них троих двое – наставники, а один – студент. Если этот студент продолжит расти, он, скорее всего, станет первым мастером пространства 9-го лагеря. Хорошо, очень хорошо. Внутренне похвалил его Фан Юнь. Он внимательно наблюдал за этим гениальным студентом, который в данный момент практиковался в тренировочном зале. Его аура достигла своего предела. Если он сможет надавить на себя, возможно, он скоро достигнет уровня мастера пространства. Глаза Фан Юнь не осузились. Его тело исчезло, мгновенно появившись рядом с тренировочной комнатой студента космического пика. Этого ученика зовут Ло Чунь. Он также чрезвычайно мощный культиватор. Он включил переключатель в тренировочную комнату, затем начал сосредотачиваться. Этот тренировочный зал используется в трех разных целях. Во-первых, его можно использовать как комнату для тренировок с гравитацией, а во-вторых, как комнату для тренировок на ловкость. Наконец, можно было тренировать себя обоими способами. Другими словами, этот тренировочный зал тренировал скорость реакции и ловкость студентов, одновременно закаляя их тело, скорость расчета и волю. Раз уж ты так стремишься использовать гравитационные тренировки, я немного подразню тебя. Фан Юнь не мог не улыбнуться, глядя на человека, уклоняющегося от различных предметов, выдерживая огромную гравитацию. Он намерен довести этого парня до предела. Фан Юнь использовал навык, которым он не пользовался очень долгое время, предельная гравитация. Он немедленно удвоил гравитацию Ло Чюня, увеличив ужасающую гравитацию в комнате до огромного уровня. В одно мгновение Ло Чюнь опустился на колени прямо на землю, его лицо покраснело из-за внезапного изменения силы тяжести. В чем дело? Почему гравитация так сильно возросла? Этот вопрос возник в голове Ло Чюня. Он подумал, что это кто-то сделал, поэтому хотел немедленно выйти и поискать преступника, но не мог покинуть комнату в такой ситуации, что, черт возьми, происходит. Ло Чюнь горько улыбнулся, затем попытался встать. Однако в тот момент, когда он встал, шар из сплава немедленно полетел к нему с огромной скоростью. Эти шарики изготовлены из специального сплава. Каждый из них мог ранить мастера космического уровня. Эти шары сделали Ло Чюня несчастным. Черт возьми, почему я почувствовал, что эти шарики из сплава стали еще тяжелее, когда они столкнулись с моим лицом. Ло Чюню захотелось выругаться. Ощущение прикосновения этих шариков к его лицу было неприятным. Дело не только в увеличении веса этих шаров, но даже в том, что их скорость значительно возросла. Ло Чюнь – культиватор на пределе космического ранга. Естественно, он обладал чрезвычайно высокой степенью контроля и знаний о своем теле. Он быстро понял, что попал в скверную ситуацию. Испытывая сильную боль, Ло Чюнь продолжал уворачиваться. К счастью, он гений. Даже после того, как сила тяжести удвоилась, а скорости вес шариков из сплава возросли, он быстро адаптировался, доведя свой потенциал до предела. Поначалу в него время от времени попадали эти легкосплавные шарики, но через некоторое время они почти не попадали. Недалеко от тренировочной комнаты, Фан Юнь внимательно наблюдал, видя, что молодой человек адаптировался к тяжести комнаты, он снова удвоил ее. Теперь начальная гравитация, установленная Ло Чюним, увеличилась в 4 раза, доведя ее до ужасающей точки. Кроме того, вес и скорость шариков были значительно усилены. Внутри комнаты площадью 1000 квадратных метров сотни шаров летали со сверхзвуковой скоростью, оставляя бесчисленные фантомы по всей комнате. Ло Чюнь не знал, сколько раз в него попадали. Даже его тело космического пика было в синяках из-за бесчисленных ударов. Он не чувствовал такой боли уже много лет. Однако это было еще далеко не все. Ло Чюнь еще не достиг своего предела. Фан Юнь еще несколько раз удвоил гравитацию, доведя молодого человека до абсолютных пределов. Тело Ло Чюня бешено пронеслось по тренировочному залу, оставляя позади бесчисленные призраки. В данный момент он оставил все позади, оставив только мысль о том, чтобы увернуться от этих шариков из сплава. От расчета траектории шаров до точки их приземления до расчета следующих десятков ходов мозг Ло Чюня работал в режиме перегрузки. По прошествии времени, который он установил, сняв комнату, шарики из сплава остановились, и генератор гравитации был отключен. Его страдания наконец закончились. Ло Чюнь почувствовал, что его тело вот-вот рухнет. Черт возьми, Ло Чюнь тайно выругался. Он быстро встал и побежал к двери, намереваясь покинуть эту комнату. Он никогда не вернется в это место. Однако, сделав несколько шагов, он вдруг почувствовал перемену в своем теле. Барьер в глубине его тела начинает разрушаться. Это прорыв. Ло Чюнь был вне себя от радости. Он сразу же сел на землю и сосредоточился на прорыве. Он совершенно забыл о боли, которую испытывал раньше. Всего за час Ло Чюнь прорвался и достиг уровня мастера пространства. Он стал первым, кто достиг уровня мастера домена в девятом тренировочном лагере. Когда он прорывался, многие люди приходили посмотреть. В конце концов, дверь тренировочного зала была открыта. Он был на виду, и теперь никто не мог помешать им наблюдать. Более того, не говоря уже о таинственной ауре, которую он излучал, его синий нос и опухшее лицо очень бросались в глаза. Наконец, это единственная в жизни возможность увидеть, как кто-то прорывался на уровень мастера пространства. Они не могли ее упустить. Глава 652 Носорог Чтобы выжить в этом темном и опасном пространстве, каждая сильная цивилизация должна действовать как охотник. В противном случае они превратятся в добычу. Независимо от того, насколько сильна цивилизация, если они забьются в свой угол и не будут стремиться к прогрессу, то в конечном итоге они будут разбиты другими цивилизациями. Другими словами, как только те цивилизации, которые когда-то были маленькими и слабыми, догонят вас, тогда вы станете добычей в их глазах. Фан Юнь не хотел, чтобы мета-вселенная стала слабой добычей, тем более что он был намерен уйти в будущем, поэтому он мог только продвигать ее вперед. Прошел месяц с тех пор, как он помог Лучуню прорваться до уровня мастера пространства. В этом месяце девятый тренировочный сбор был наполнен радостной атмосферой, положив начало грандиозному празднику. Наконец-то из их тренировочного лагеря появился мастер пространства. Более того, потенциал Лучуня особенно велик. Он пробился на уровень мастера домена в очень юном возрасте. Он и Учен прорвались почти в одном возрасте и при схожих обстоятельствах. Многие люди в мета-вселенной называют их звездами-близнецами. В глазах многих людей, кроме Лофена, эти двое обладают наибольшим потенциалом. У них даже есть шанс достичь уровня практика мирового ранга. В любом случае, многие люди возлагали на них большие надежды. Лучун отступил после прорыва. Он все еще не знает, что многие люди связали его со звездой из родного города Фан Юня, Учена. Конечно, он также не знал, что причина, по которой он смог прорваться в тот день, на самом деле заключалась в помощи Фан Юня. Говоря об этом, Фан Юнь еще не встречался с Ученом, парнем из своей родной планеты. Его график был заполнен в течение последнего периода, либо занимаясь официальными обязанностями, либо культивируя. Однако у Лиги Мета-Вселенных было несколько случаев, когда она нуждалась в его помощи. С возвышением Лофена Мета-Вселенная наконец-то обрела боевую мощь, поэтому она не просила его о помощи так часто, как раньше. В настоящее время большую часть своего времени он проводит, бродя по Мета-Вселенной, проверяя различные тренировочные лагеря и космические города. После создания девятого тренировочного лагеря один за другим были созданы другие тренировочные лагеря. Тем не менее, они в основном разбросаны по девяти небесам Мета-Вселенной. Фан Юнь намеревался проверить их одного за другим, но теперь его заинтересовал человек по имени Учен. На самом деле, вместо того, чтобы сказать, что он заинтересовался Ученом, он заинтересовался Девятым Небом. Это его родная планета и родной город Учена. Фан Юнь хотел расспросить его о положении дел в Империи Голубой Планеты. Ему очень любопытно, как поживали люди. Фан Юнь не вызывал Ученя на свою территорию, а скорее намеревался лично навестить его. Гигантская черепаха теперь больше сосредоточена на еде. Фан Юнь не знал, что с ним случилось. В прошлом он был веселым маленьким парнем, постоянно бродил вокруг да около, но теперь он стал настоящим обжорой. Фан Юнь заметил безумный рост его ауры. Возможно, вскоре после этого он выйдет на новый уровень. Конечно, после некоторых размышлений Фан Юнь смог догадаться о причинах его перемены. Он был очень тронут. Что ж, сначала повидаемся с Ученом. После принятия этого решения тело Фан Юня вспыхнуло. Он исчез со своего места, затем появился в другом месте на расстоянии нескольких световых лет. В следующую секунду он снова исчез. После еще нескольких вспышек он пересек неописуемое расстояние. В отдаленном районе империи Гамма группа мощных культиваторов продвигалась вперед. В группе было семь культиваторов, и тот, что был посередине, был крепким юношей. По сравнению с парнями рядом с ним, которые были ростом 3 метра и выше, ему не хватало всего 2 метров, но он излучал самую мощную ауру. Учен, я слышал, что в Альянсе появилась новая практика уровня мастера домена. Один из молодых людей справа сказал юноше в середине. Крепкий юноша, очевидно, был ученом. Выслушав слова своего спутника, Учен улыбнулся и сказал, за последние несколько лет Альянс развивался очень быстро. Я не ожидал, что за такой короткий промежуток времени появится еще один мастер пространства. Кстати, Чжин Нань, как зовут этого нового мастера пространства? Кому он принадлежит? Чжин Нань лукаво улыбнулся. Кстати говоря, вы никогда не ожидали бы, откуда этот парень родом? Он из 9-го тренировочного лагеря, и его зовут Ло Чунь. Я не ожидал, что ребята из 9-го лагеря так быстро достигнут такого уровня. Кстати, я слышал, что многие люди называют вас и его звездами-близнецами метавселенной. Действительно, Учен тоже был ошеломлен. Я помню, что его пригласили на первый тренировочный сбор для дальнейшего обучения, но он отклонил предложение, сказав, что именно доброта 9-го лагеря позволила ему достичь такой высоты. Чтобы так быстро достичь уровня мастера пространства в 9-м лагере, кажется, что талант этого человека действительно очень высок. На лице Ученя появилось выражение достоинства. Возможно, только с точки зрения таланта я не смогу сравниться с ним. Учен, тебе не нужно быть скромным. Вы достигли уровня мастера пространства раньше него. Хотя вас обоих называют звездами-близнецами, этот парень все еще далек от достижения вашего уровня силы. Учен улыбнулся, но ничего не ответил. Однако в его сердце появилось легкое ощущение давления. Кстати говоря, я из Империи Голубой планеты на 9-м небе. Хотя Империя Голубой планеты является повелителем 9-го неба, ее сила не может сравниться со сверхдержавами метавселенной. Если мы действительно сравним прошлое, то мое на самом деле не так уж сильно отличается от Ло Чунья. Более того, прошлое этого парня – одна из главных причин, по которой он смог так быстро подняться в 9-м тренировочном лагере. Вначале я думал, что у меня мало противников в метавселенной, но, похоже, Ло Чунь один из них. Если я расслаблюсь, он действительно может превзойти меня. Учень подумал про себя. Похоже, мне нужно работать усерднее. Было бы нехорошо, если бы меня превзошел опоздавший. Конечно, это давление происходит в основном из-за его конкурентоспособности как гения. Даже если его превзойдут, он все равно остается одним из немногих мастеров пространства метавселенной, его присутствие по-прежнему абсолютно необходимо. Учень, впереди есть какое-то движение. Внезапно парень по имени Чжин Нань с серьезным выражением лица напомнил Ученью. В тот момент, когда прозвучал его голос, Учень проследил за его взглядом. Посмотрев на источник движения, Учень нахмурился. Огромное существо неслось к ним с края звездного неба. Судя по его форме, он был похож на носорога. Когда огромный носорог увидел Учина и остальных, он был раздражен. Он поскреб копытами в темном пространстве, затем побежал к Учину и остальным, уничтожая гигантские астероиды и даже планету, которая случайно оказалась на его пути. Глава 653. Семьятан, остановись! Резко крикнул Учень. Чрезвычайно мощная и таинственная аура внезапно вырвалась из его тела, зачем последовало появление большого топора, который он схватил рукой. Лезвие этого топора сияло таинственным светом, освещая окружающие пространства. Бум-бум-бум-бум. Шесть человек, включая Джиннаня, работали вместе, чтобы держать носорога под контролем. Однако гигантский носорог боролся еще сильнее, делая их неустойчивыми. Аура, вырвавшаяся из его тела, сотрясла пространство вокруг. Это беспрецедентное чудовище. Если бы он появился в метавселенной десятки лет назад, то легко уничтожил бы все ее цивилизации. Все обращайте внимание на его движение, этот монстр почти на уровне мастера пространства. Джиннаня сказал своим спутникам, почувствовав ауру носорога, его тон был полон уверенности. В такой опасной ситуации, если они совершат простую ошибку, это может стать гибелью одного из них. В этот момент шесть человек полетели вперед, все одновременно выпустив свои ауры, сотрясая окружающие пространства. При сотрудничестве шестерых получившаяся аура была ошеломляющей. Однако эти шестеро не были новичками в бою. Они знали, что могли бы подавить носорога, но это ненадолго. Усилиями шести человек этот носорог из глубокого космоса был подавлен, но это только временно. Носорог отчаянно боролся, в результате чего их физическая сила тратилась довольно быстро. Пока он продолжает бороться, он в конце концов прорвется через их подавление, а затем направится к учиню, прерывая его атаку и заставляя его уклоняться. Однако сразу после того, как шестеро поймали носорога, учинь внезапно бросился к нему со своим светящимся топором. Когда он добрался до бока носорога, он взмахнул своим топором в его сторону с чрезвычайно устрашающей скоростью. Рык. Вместе со звуком ломающихся костей и рвущегося мяса на груди носорога появилась огромная рана. В тот момент, когда появилась рана, она быстро становилась все больше и больше, и, наконец, большой носорог размером с планету был разделен на две части. Оставшаяся инерция топора пересекла тело носорога и улетела в глубины космоса, оставляя за собой полный разрушений путь. Учинь, ты на три секунды быстрее, чем в прошлый раз. Джиннань шагнул вперед и с улыбкой обратился к Учиню. Учинь тоже улыбнулся. К счастью, на этот раз есть только один носорог. Если бы их было больше, у нас были бы проблемы. Да, я слышал, что эти носороги обычно живут группами. Небрежно сказал Джиннань, но в следующее мгновение выражение его лица изменилось. Только не говори мне, что семья этого носорога находится недалеко отсюда. Уголки рта Джиннаня дернулись. Вероятность невелика, но если бы они действительно появились, это сделало бы его похожим на воронью пасть. Дальше действительно произошло нечто неожиданное. Однако то, что предстало перед ними, было не семейством носорогов, а совершенно не связанной с ними гигантской змеей. Это гигантская змея, естественно, Фан Юнь. Конечно, он не показывает свою истинную форму. Если он покажет свое истинное тело, эти молодые парни, вероятно, испугаются до смерти. Размер тела Фан Юня теперь можно был пересчитать по световым годам. Даже если представить это, то такой размер приведет к большим разрушениям в окружающем пространстве. Учин, следуй за мной. Как только учинь и другие готовились к следующей битве, в их сознании внезапно появился голос. Услышав этот голос, глаза учиня немедленно загорелись. Пока он смотрел на змею впереди, выражение его лица изменилось. Он сошелся на своем уверенном лице и поклонился, выражая уважение. Учин это. Хотя другие не слышали голоса Фан Юня, у них все еще была определенная степень проницательности. Увидев, как изменилось выражение лица учиня и его уважительный взгляд, они быстро поняли, что змея впереди может быть непростой. Их мозг начал работать с перегрузкой, создавая ассоциации и догадываясь, кем может быть змея напротив. В следующее мгновение их волосы встали дыбом, как они и предполагали. Это действительно он? Чжин Нань внутренне удивился, изобразив на лице почтительное выражение. В то время как Чжин Нань и остальные были удивлены и сомневались, учинь пришел в уединенное место под руководством Фан Юня. Мастер Ураборос. Увидев, что Фан Юнь остановился, учинь поспешно сказал. Учин, я слышал, что ты с девятого неба? Спросил Фан Юнь, глядя на учиня с ностальгией. Честно говоря, у него есть чувство к девятому небу, особенно к империи голубой планеты и ее земле. Он задавался вопросом, выполняла ли эта империя все еще клятвы, которые они обещали ему тогда. В то время они сказали, что построят для него различные статуи на своей территории, а также будут распространять легенды и истории о нем, сохраняя его легенду до тех пор, пока их цивилизация не погибнет. Он не знает, сдержали ли они свою клятву или нет. Домилорд. Говоря о своем родном городе, у Чиня были некоторые сомнения. Он задавался вопросом, почему такое могущественное существо, как Ураборос, спрашивала о таком отдаленном месте. Интересно, почему этот лорд спросил об этом? Целали еще семья Тан в нынешней империи голубой планеты? Фан Юнь спросил о семье, которая была с ним в самых близких отношениях. Он не знал нынешнего положения этой семьи, но когда он тогда ушел, они были очень влиятельными и влиятельными. Услышав вопрос Фан Юня, Учинь на этот раз был по-настоящему шокирован. Никто во всей метавселенной не знал о происхождении Урабороса, но существует довольно много теорий и предположений. Однако он никогда не ожидал, что лорд Ураборос будет связан с Девятым Небом. Неудивительно, что он попросил поговорить с ним наедине. Клан Тан приходит в упадок. Говорили, что в прошлом он был очень могущественным. Учинь осторожно посмотрел на Фан Юня, дико гадая об отношениях между Фан Юнем и кланом Тан. Честно говоря, он не ожидал, что Фан Юнь будет связан с империей голубой планеты, не говоря уже о клане Тан. Мой господин, это семья Тан. Учинь не знал, о чем думал Фан Юнь. Он не знал, испытывал ли Фан Юнь глубокую ненависть к этому клану Тан или у него была дружба с ними. Забудь об этом, у меня и раньше были с ними небольшие отношения, но я давным-давно заплатил им свои долги. Фан Юнь покачал головой. Он не намерен восстанавливать свои отношения с империей голубой планеты или человечеством. Только по их короткому разговору он примерно оценил текущее состояние империи голубой планеты. Вероятно, они недолго держали клятву, которую дали ему. В противном случае Учинь должен был догадаться, что он был предыдущим божеством-хранителем человечества. К сожалению, Фан Юнь не обнаружил никаких аномальных следов. Глава 654. Наследник семьи поболтав некоторое время с Учиньем, он узнал о текущей ситуации в империи голубой планеты. Как и ожидалось, они стали крупнейшей сверхдержавой Девятого Неба. Можно сказать, что они являются новыми правителями Девятого Неба. Девятое Неба в настоящее время управлялось парламентом, но услышав описание Учиня, никто из семьи Тан не имел должности в парламенте. На самом деле, весь клан Тан был сведен к небольшой семье, насчитывающей менее 100 человек. Если бы Учинь случайно не услышал, как кто-то говорит о семье Тан, он, скорее всего, не смог бы ответить на вопросы Фан Юня. Учин несколько настороженно посмотрел на Фан Юна. Он задавался вопросом, почему такое могущественное существо спрашивало об этой маленькой семье. Однако несомненно то, что Фан Юнь и семья Тан должны иметь какие-то отношения, это его очень удивило. Трудно представить, что повелитель Мета-Вселенная и небольшая семья на отсталом Девятом Небе знали друг друга. Хорошо, ты можешь идти. Фан Юнь поприветствовал Учиня, а затем улетел. Первоначально он думал, что Империя Голубой Планеты всегда чтила эту клятву, но, похоже, они забыли об этом. В таком случае, отношения между ним и Империей Голубой Планеты можно считать законченными. В его сердце не было никакого гнева, только безразличие. Неожиданно семья Тан пришла в такой упадок. Фан Юнь покачал головой и вздохнул. Он знал, что семья Тан, должно быть, пережила большие перемены. Вероятно, это связано с борьбой между высшими руководителями Империи, и семья Тан, несомненно, проиграла. Когда он ушел в самом начале, семья Тан, несомненно, была самым могущественным кланом в Империи Голубой Планеты. Он не ожидал, что всего через сто с небольшим лет они испытают такие перемены. Размышляя об этом, в голове Фан Юня внезапно возникла фигура Танго. В самом начале из-за несчастного случая Танго попал в космическую турбулентность. Фан Юнь тогда чувствовал себя очень грустно. Трудно выжить в такой ситуации. Более того, в то время культивирование не было распространено. Телосложение разумных существ в то время было очень хрупким. При мысли о Танго в голове Фан Юня возникло множество картинок. Его воспоминания о встрече и общении с Танго, его единственным другом-человеком. Есть также воспоминания о его приключениях на Голубой Планете и Земле. Хорошо, я пойду и посмотрю, что же за ситуация на Голубой Планете. Сначала он почувствовал, что у Голубой Планеты нет будущего, поэтому и он, и гигантская черепаха последовали за большими силами на Землю. Несколько лет спустя он отправился в свое путешествие в космос. После стольких лет он должен вернуться и посмотреть. В любом случае, уровень силы Фан Юня достиг уровня мудреца. Пройдет совсем немного времени, прежде чем он покинет метавселенную, и в это время он может уже не вернуться. Это также возможность расслабиться и пережить старые воспоминания. Фан Юнь позвонил гигантской черепахе, сообщил Нибуле, что он ненадолго уйдет, затем взял гигантскую черепаху и побрел к Девятому Небу. Примерно через полгода они прибыли на Девятое Небо и быстро нашли Землю. Земля имеет необычайное значение для Империи Голубой Планеты, это их происхождение. Однако, как ни странно, Империя Голубой Планеты относится к ней равнодушно, рассматривая ее как обычную планету. На этой планете пропагандируются боевые искусства и культивирование. В любом случае, Фан Юнь видел много людей, практикующих боевые искусства в соответствующих местах. Хэм. Выражение лица Фан Юня внезапно застыло. Он быстро перевел взгляд на подростка, который выглядел на 15-16 лет. В данный момент он практикуется в боевых искусствах на вершине склона. Солнечные лучи сильно освещали Землю, делая кожу мальчика немного сухой и потрескавшейся из-за жары и сильных лучей, но он продолжал неустанно тренироваться. К сожалению, он всего лишь культиватор уровня солдат. Фан Юнь мысленно вздохнул. База культивирования этого молодого человека была только на уровне старшего солдата. Он на грани того, чтобы подняться на уровень воина и по-настоящему вступить на путь совершенствования. Для Фан Юня, который видел бесчисленное множество гениев, не достичь уровня воина до 15 лет – это довольно медленно. Нинер, уже полдень, перестань заниматься самосовершенствованием и просто отдохни немного. Внезапно из леса на вершине склона вышла женщина. Женщина ласково посмотрела на молодого человека, который неустанно тренировался, и сказала с беспокойством. «Мама, все в порядке, я могу подождать», – решительно сказал молодой человек. У него был твердый взгляд. Услышав это, женщина вздохнула, но больше ничего не сказала. Она просто молча стояла и ждала. Примерно через полчаса молодой человек, наконец, не выдержал усталости и, наконец, остановился. «Нин, смотри, твоя кожа потрескалась, а кулаки кровоточат. Тебе не нужно так усердно тренироваться». Женщина подошла к мальчику и сказала с огорченным выражением лица. «Мам, это просто небольшая травма». Мальчик сказал со спокойным выражением в глазах. «Бесчисленное множество людей хотят практиковать, но не имеют соответствующей квалификации, или имеют квалификацию, но не имеют ресурсов. Мне действительно повезло, что у меня есть эти две вещи. Естественно, я должен упорно трудиться, чтобы совершенствоваться. Кроме того, когда в том году умер мой отец, он доверил мне миссию восстановления славы семьи Тан. Такая небольшая трудность не может сбить меня с толку». Мальчик покачал головой, затем сделал глоток из пакета с водой в руки матери. Добрая женщина рядом с ним открыла рот, казалось, желая что-то сказать. В ее глазах было выражение замешательства. Наконец тиснула зубы и сказала. Нинер, очень трудно восстановить славу семьи Тан, почему? Прежде чем она смогла закончить свои слова, ее прервал подросток. «Мама, я знаю, что это трудно, но почему бы мне не попробовать?» Услышав вопрос молодого человека, женщина сказала с выражением боли на лице. «Нин, ты совсем не понимаешь. Не так-то просто восстановить славу семьи Тан. Они, они не позволят нашей семье Тан снова восстать, верно?» Мальчик взглянул на мать. У него было спокойное и безразличное выражение лица. Женщина больше ничего не говорила. Она посмотрела на лицо мальчика со сложным выражением. Она даже не знала, что сказать. Она всегда скрывала эту тайну, но никогда не думала, что ее ребенок уже знает об этом. Глава 655. «Последняя помощь. Хорошо, мама, не волнуйся, я не буду создавать проблем, и у меня есть техника, которая может скрыть мою базу культивирования. Кроме того, я не раскрыл никаких навыков или способностей в боевых искусствах снаружи, так что они не придут ко мне легко. Нин, я не ожидала, что ты давно это знаешь». После долгого молчания женщина вздохнула и сказала. «Если это так, то следуй своим мыслям. Но ты должен помнить, ты должен быть осторожен. Вы не должны показывать свои способности или культивацию снаружи, иначе вас убьют. Да». Молодой человек тяжело кивнул. Женщина вздохнула, но ничего не сказала. Похлопав молодого человека по плечу, она решила больше не мешать ему заниматься, развернулась и ушла. После того, как его мать ушла, мальчик отвел взгляд, затем достал из-за манжет маленькую статуэтку. «Это статуя гигантской змеи». Мой отец сказал, что причина, по которой клантан смог процветать в то время, заключалась в том, что у одного из наших предков были хорошие отношения с чрезвычайно могущественным божественным зверем. После того, как была построена империя голубой планеты, говорили, что они построили много таких статуй во всех уголках империи, но вскоре после этого они были быстро уничтожены. Молодой человек тяжело вздохнул, затем снова пробормотал себе под нос. Мой отец сказал, что если я смогу однажды войти в совет, то я должен выполнить обет, данный нашими предками. В противном случае вся империя может подвергнуться смертельной опасности. Интересно, правда это или ложь? Глядя на статуэтку в своей руке, молодой человек горько улыбается. История расцвета их семьи Тан звучит как легендарная история, и ее действительно в основном рассматривают как историю. Однако, если это правда, хотя он и не верил в эти вещи, Таннин все еще планировал исполнить последние желания своего отца. К сожалению, сейчас я всего лишь солдат, даже не воин. Таннин горько улыбнулся. Если его поместить среди обычных людей, то его можно считать маленьким суперменом, но это ничтожно, раз его поставили в ранг культиваторов. Интересно, какой высоты я смогу достичь в будущем? Таннин был немного подавлен. С кривой улыбкой Таннин собирался продолжить усердно тренироваться, но внезапно пейзаж вокруг него изменился. Движения его тела и даже мысли застыли. В чем дело? Что происходит? Таннин внутренне воскликнул. Он быстро заметил, что стоит на вершине утеса, но его тело и даже вся эта область, казалось, были окутаны тенью. Он поднял глаза и, увидев источник тени, его сердце чуть не взорвалось. В небе над его головой на него смотрела огромная змея. Он налетел на него с очень большой скоростью, глядя на его внешний вид, казалось, что он собирается съесть его одним укусом. Аааа. В этот момент молодой человек закричал. Его тело затряслось от ужаса, но ноги, казалось, не могли пошевелиться. На самом деле, даже если бы он побежал, он не смог бы убежать. Гигантская змея слишком велика. Он полностью охватывал окружающую местность. В конце концов, он мог только наблюдать, как открытая пасть гигантской змеи постепенно приближалась к нему. У него нет возможности сбежать. В конце концов, он стиснул зубы и уставился на летящую гигантскую змею. Его глаза расширились, казалось, намереваясь заклеймить это существо глубоко в своем сердце. Однако, как раз в тот момент, когда гигантская змея была очень близко от него, она внезапно рухнула, а затем исчезла. Это молодой человек был ошеломлен, увидев эту сцену. Мгновение спустя он отреагировал, он быстро пришел к выводу, что, скорее всего, испытывает какую-то иллюзию. Я сплю и мне снятся кошмары. В этот момент такая мысль возникла у него в голове, и в тот момент, когда эта мысль появилась, его сознание пришло в норму. Хаа. Таннин вздохнул с облегчением, затем повернул голову и огляделся. Он все еще был на вершине склона, где тренировался раньше. Там не было ни скалы, ни гигантской змеи. В этот момент на него упало яркое солнце, но оно уже не было таким ярким, как раньше. Напротив, по его телу пробежало теплое чувство. Таннин заметил, что он весь промок из-за предыдущего ужаса. Секунду. Змея. Таннин внезапно подумал о чем-то, затем опустил голову и посмотрел на статую в своей руке. Чем больше он смотрел на нее, тем больше ему казалось, что она очень похожа на змею, которую он видел во сне. Это правда? Глаза Таннина расширились. Он внимательно посмотрел на статуэтку в своей руке, затем с некоторым волнением потер ее. Он чувствовал, что его предыдущая ситуация должна иметь какое-то отношение к этой каменной статуе. В противном случае засыпать посреди тренировки и видеть кошмары нелепо. Статуэтка в его руке может быть сокровищем. Он может быть похож на тех героев истории, которые получают сокровища, а затем отправляются в легендарное приключение. Однако, как бы он не проверял статую, поворачивая ее и проверяя каждый угол, он все равно не мог найти ничего необычного. Это была обычная статуя. Спустя долгое время он стал немного сомневаться в своей догадке. Наконец он вздохнул и покачал головой, засунул статуэтку обратно в наручники, а затем снова начал практиковаться. Неизвестный Таннин-зачинщик иллюзии бросил на него последний взгляд и ушел. Очевидно, что этот Таннин потомок семьи Тан. Он не хотел углубляться в то, что пережила семья Тан. На этот раз он пришел, чтобы в последний раз проверить это место перед отъездом, но не смог сдержать своего желания помощь этому молодому человеку. Он проявил духовного клона, а затем испытал мужество мальчика. В то время мальчик, конечно, не мог отличить иллюзию от реальности, но все равно смотрел на него без всякого страха. Фан Юнь одобрял мужество этого мальчика, поэтому он дал ему небольшое благословение духовной энергии. Это благословение должно помочь ему в его будущем путешествии на пути самосовершенствования. Если этот молодой человек сохранит мужество и не падет, его будущие достижения, безусловно, не будут слишком плохими. Покинув Землю, Фан Юнь планировал посетить место своего рождения – Голубую планету. Голубая планета пережила великую катастрофу несколько веков назад, но Фан Юнь не знал о ее нынешнем состоянии. Побродив некоторое время, Фан Юнь и гигантская черепаха наткнулись на другую лазурную планету, но это меньше. Эта планета – Голубая планета. Гигантская черепаха очень разволновалась и начала постоянно выть, увидев эту планету. Он с крайним волнением убеждал Фан Юня двигаться вперед. Фан Юнь понял намерение гигантской черепахи, он привел ее одну и направился к Голубой планете. Глава 656. Посещение Родины в отдаленной пустоте Голубая планета тихо вращалась вокруг своей звезды. Прямо рядом с этой планетой стояли два чудовища, спокойно наблюдавшие за ней. Даже Фан Юнь пришел в восторг, увидев эту планету. Что касается гигантской черепахи, то она была в восторге, постоянно прыгала и выла, как щенок. Гигантская черепаха постоянно жестикулировала в его сторону. Фан Юнь знал, что она хотела отправиться на Голубую планету, чтобы проверить ее. Конечно, Фан Юнь не остановил бы гигантскую черепаху. Он молча потащил гигантскую черепаху, а затем направился к далекой Голубой планете. По мере продвижения два гиганта становились все меньше и меньше. В конце концов, достигнув орбиты планеты, они стали размером с обычную змею и черепаху. При входе в атмосферу их никто не обнаружил на Голубой звезде. Стоит упомянуть, что нынешнее человечество Голубой планеты – это обычная цивилизация низкого уровня. Главная причина в том, что эта цивилизация не развила технологию космических путешествий. Они вообще не общались с основными цивилизациями. Естественно, у них не было возможности начать культивацию. Достигнув высоты в 10 километров, гигантская черепаха полетела в сторону океана. Когда она вылетела, он взвыл, показывая, что хотел бы немного побродить. Фан Юнь ответил, а затем ушел в другом направлении один. Голубая планета и раньше переживала множество катастроф, ранивших человеческую цивилизацию и даже саму планету, но с течением времени большинство этих ран зажили. В настоящее время на этой планете существуют сотни стран. Более того, их технология была разработана в определенной степени, в основном на том же уровне, что и в 21 веке предыдущей жизни Фан Юня. Место, где приземлился Фан Юнь, представляет собой чрезвычайно пустынную пустыню. Он догадался, что это место должно быть бывшей Африкой. Посмотрев в сторону Азии, Фан Юнь полетел прямо к ней. Вскоре после этого перед Фан Юним предстала знакомая земля. К сожалению, она сильно изменилась. Она даже была повреждена во многих местах. Интересно, как сейчас выглядит гора Улун? Она вообще еще существует? Фан Юнь был немного заинтригован. Он не знал, была ли разрушена гора Улунг. Когда он подумал о горе Улун, Фан Юнь вспомнил то время, когда он только что перевоплотился. К сожалению, прошло очень много времени. Прошли столетия. Этот период времени уже стал далеким воспоминанием, чем-то таким, что невозможно пережить снова. Чем ближе он подходил к горе Улун, тем спокойнее становилось выражение лица Фан Юня. В его сердце зрело особое чувство, и это чувство заставляло его чувствовать себя немного неловко. Вскоре он достиг вершины горы Улун. Этот горный хребет не сильно изменился. Фан Юнь даже видел некоторые области, по которым он проползал, когда был еще ребенком. Фан Юнь облетел горный хребет, затем приземлился на землю и бесшумно пополз. В настоящее время он находится на вершине горы Улун. Именно здесь он когда-то сражался с группой шакалов, а позже столкнулся с браконьерами, незаконно охотившимися. Вершина горы с одной стороны покрыта пышными и яркими растениями, а с другой относительно редкой растительностью. Фан Юнь пополз по этому ностальгическому району, а затем медленно пополз вниз с горы. Вскоре он оказался перед большой сосной. К сожалению, старая сосна, где он жил с этим старым другом, исчезла, но недалеко от нее росла другая большая сосна шириной в несколько метров. Фан Юнь повесил свое тело на ветку этой большой сосны. Он призвал свою чудовищную энергию, и вскоре пейзаж этой местности изменился. Внезапно в нескольких метрах от них на траве появилась огромная сосна. Он использовал свои способности, чтобы воспроизвести сцену, произошедшую несколько веков назад. Большая сосна молча стояла на земле, выдерживая дождь, шторм и засуху. Однажды, в солнечный день, маленькая белка пришла сюда и построила дом в той дыре на дереве. Увидев, как белка ходит вокруг, собирает сосновые шишки и различные орехи, а затем складывает их в дупло дерева, сердце Фан Юня успокоилось. С годами у него появилось чувство спокойствия. Белка жила на большой сосне несколько дней, потом недель, потом месяцев, мирно и уютно живя в своем доме, но одна ночь. Внезапно какое-то существо завладело его гнездом. Существо, захватившее его гнездо, было недозрелым серым питоном. Это был Фан Юнь в юности. После этого Фан Юнь наблюдал множество сцен, в которых он и маленькая белка жили вместе на этой большой сосне. Наконец, в тот день, когда он ушел, маленькая белка молча сидела на ветке и ждала его, ждала, когда он вернется. Видя это, Фан Юнь не мог не покачать головой, сложное чувство поднялось в его сердце. Сцена впереди продолжалась. Белочку забрала самка серпантина и некоторое время растила. Однако некоторое время спустя белочку отправили обратно. После этого белочка снова стала жить одна. Каждое утро он будет покидать дупло дерева, искать пищу, а затем относить ее обратно в дупло дерева для хранения. Иногда он запрыгивал на ветку дерева, а затем смотрела в ту сторону, куда ушел Фан Юнь. Со временем белка становилась все старше и старше, но время от времени она садилась на корточки на ветке и просто смотрела в определенном направлении. Белка стала совсем старой. Она уже не могла двигаться так аккуратно и быстро, как раньше. Казалось, он забыл о цели сидения на корточках на этой ветке. Иногда в его глазах мелькало замешательство. Белка забыла, почему ей нравится сидеть на этой ветке и смотреть в ту сторону. Время разрушит все, и по мере того, как он становился старше и старше, ее память сильно пострадала. Однако стоять на этой ветке и смотреть вдаль стало одним из ее инстинктов. Глаза Фан Юня были ошеломлены. Спустя долгое время Фан Юнь молча покинул это место, а затем начал искать гигантскую черепаху. Найдя гигантскую черепаху, два существа поплыли в море, а затем покинули эту планету. Когда гигантская черепаха бродила по морю, это вызвало настоящий переполох, в результате чего ее изображение было захвачено спутниками. На самом деле, даже изображение Фан Юня было запечатлено. Хотя они показывали лишь незначительную часть своих размеров, снаружи они все еще выглядели как существа длиной в сотни метров. Сила двух существ достигла чрезвычайно устрашающего уровня. Они легко могут уничтожить эту планету, поэтому их на самом деле не волновало, что их снимут. Однако открытие этих двух чудовищ вызвало переполох в человеческом мире. Многие люди почувствовали страх и панику, которая начала распространяться. Эти два существа очень похожи на легендарных зверей Кайдзю и мутантов, которые предположительно появились сотни лет назад. Это событие вызвало еще больший шок, как только появились некоторые старые фотографии. Фан Юнь не заботился о шуме, который он вызвал. Он покинул ностальгическую и мирную планету, а затем вернулся в город Эгидо с гигантской черепахой. Глава 657. Прорыв долга и исчезновение Фан Юня не повлияло на метавселенную. В конце концов, она в основном контролируется парламентом, и если ничего не произойдет, касающиеся безопасности метавселенной, они его не потревожат. Он не беспокоил Нибулу и остальных. Вернувшись в город Эгидо, он сразу же снова начал поглощать материю и энергию. Гигантская черепаха очень старательно следовала за ним, чем порадовала Фан Юня. Годы летели, как песок. 20 лет спустя. За эти два десятилетия уровень силы Фан Юня существенно не возрос. На самом деле, немного повысить его уровень за такой короткий промежуток времени – значительное достижение. В любом случае, культиватор такого же уровня, как он, не сможет даже немного вырасти. Работая в течение сотен лет, в последние два десятилетия метавселенная стремительно развивалась. В самом начале Фан Юнь приказал построить 9 тренировочных лагерей. К настоящему времени построено 5 из них. Эти 5 тренировочных лагерей являлись местом сбора лучших гениев всей метавселенной и бывшей империи Гамма. Конечно, есть, конечно, учебные заведения более низкого уровня, но их известность гораздо меньше. Конечно, среди 5 тренировочных лагерей 1 и 9 лагеря являются самыми лучшими. Лучшие гении собирались в этих двух лагерях каждый год. Именно из-за этого за последние несколько лет из этих двух лагерей вышло много влиятельных личностей, в том числе влиятельные люди на уровне пространства. Например, из первого тренировочного лагеря вышло до 23 мастеров пространства. Что касается девятого тренировочного лагеря, то в дополнение к Лучину появилось еще 5 мастеров пространства, что доказывало качество этого тренировочного лагеря. Во всяком случае, большинство мастеров пространства метавселенной пришли из этих двух лагерей. В дополнение к этим двум знаменитым лагерям, мастера пространства появились из других тренировочных лагерей. Просто за последние 20 лет до сих пор появилось только двое. Согласно неполной статистике, за последние несколько десятилетий появилось почти 50 мастеров пространства, и вскоре после этого может появиться даже мировой мастер. Мировым мастером, естественно, являлся Лоффин. Он ушел в закрытую тренировку еще три года назад, передав все дела, касающиеся метавселенной обратно Нибуле. Что касается Нибулы, то, несмотря на то, что он отошел на задний план, его культивирование совсем не отстало. В настоящее время он являлся мастером высшей области, одним из самых могущественных существ в метавселенной. Если бы нынешняя метавселенная была разделена на иерархии в соответствии с силой, то Фан Юню был бы посвящен целый ранг. То же самое может произойти и с Лоффином, за которым последуют другие мастера пространства. Что касается Империи Изума, которая находится в состоянии войны с метавселенной, то она начала сокращать свою линию фронта более 10 лет назад. Она всегда неуклонно отступала. Причина, по которой метавселенная не начала полномасштабную войну против них, заключалась не в том, что ей не хватало для этого боевой мощи, а в том, что завоевание Империи Изума в данный момент того не стоит. Они все еще не полностью контролируют территорию, которую они получили от Империи Гамма много лет назад. Более того, у них нет недостатка ни в энергетических камнях, ни в ресурсах. Самое главное, они даже не могут начать войну, даже если захотят сейчас, потому что Лоффин не допустит. Тем не менее, можно сказать, что армия Империи Изума была изуродована метавселенной. Теперь она медленно продвигается к центру их империи. Согласно их плану, они ждут, когда Лоффин прорвется, прежде чем напрямую атаковать центральную область Империи Изума. В Империи Изума есть могущественный мастер мирового уровня. Если Фан Юнь не предпримет никаких действий, у метавселенной в настоящее время не было никакого способа справиться с ним. Если такое могущественное существо предпримет действия, метавселенная определенно понесет бесчисленные потери. Однако, как только Лоффин также достигнет мирового мастера, у них больше не будет никаких проблем. Снаружи резиденции Фан Юня внезапно появилась человекоподобная фигура, затем поспешно вошла внутрь. Когда фигура прошла под источниками света, ее внешний вид стал виден. Это был Нибула. Интересно, согласится ли Лорд Ураборос на нашу просьбу? В сердце Нибулы было чувство тревоги. Милорд. Нибуле не потребовалось много времени, чтобы добраться до места, где находился Фан Юнь. Стоя перед гигантской дверью, Нибула нервно сказал это. Чего ты хочешь, Нибула? Голос Фан Юня прозвучал изнутри. Услышав этот голос, брови Нибулы сразу же вытянулись. Мастер Ураборос, Лоффин снова собирается прорваться. Он вот-вот достигнет мирового уровня мастера. Этот прорыв, безусловно, привлечет внимание многих людей. Даже владыка империи из ума может воспользоваться этой возможностью, чтобы саботировать продвижение Лоффина или даже убить его. Я понимаю, в ответ на тревожное повествование Нибулы последовал ленивый ответ Фан Юня, но первый вздохнул с облегчением. Он знал, что раз Фан Юнь ответил ему, то никаких проблем в следующий раз быть не должно. Неожиданно Лоффин собирался пробиться на уровень мирового мастера. Фан Юнь был очень удивлен. Лоффин довольно талантлив. В будущем он может даже достичь или превзойти свой нынешний уровень развития. Конечно, эта вероятность тоже очень мала. По мере того, как он постоянно рос, Фан Юнь обнаружил, что с каждым продвижением достигать более высоких уровней становится все труднее и труднее, и это для него змея, которая может становиться сильнее, пожирая все. Ему не нужны техники самосовершенствования или боевые навыки. Он даже не следует пути культивации, поэтому у него нет никаких препятствий. К сожалению, обычные культиваторы являются полной противоположностью, сталкиваясь с бесчисленными узкими местами во время своего пути культивирования. Полмесяца спустя, в один прекрасный день Фан Юнь, пожиравший всевозможные энергетические камни, внезапно посмотрел в определенном направлении. Он почувствовал очень мощную ауру, исходящую с того направления. Это аура Лоффина. Конечно же, этот парень вот-вот прорвется на уровень мирового мастера. Фан Юнь вздохнул с облегчением. Как раз в тот момент, когда он собирался действовать, вошел Небула. Милорд, будем ли мы действовать сейчас? Глава 658. Гениальные дети Фан Юни Небула направились к месту прорыва Лоффина. Это место находилось в городе Эгида, но это было не общественное место. Все, что находится в пределах 20 квадратных километров, являлось частной территорией, что делает его очень подходящим местом для уединения. В этот момент бесчисленное множество людей в городе Эгида уставились на место прорыва Лоффина. Все они чувствовали, как оттуда исходит трепещущая аура. Такая аура заставляла многих людей чувствовать нехватку дыхания. Некоторые близкие люди даже не могли стоять на ногах, но почти у всех было возбужденное выражение лица. Ха-ха-ха, это аура лорда Лоффина. Похоже, что он собирается прорваться. Да, лорд Лоффин еще очень молод. У него большой потенциал. В будущем он может даже пробиться на уровень мирового мастера и сделать лигу метавселенных одной из лучших стран в древней вселенной. Ранее мастер не было напрямую делегировал власть и передал весь контроль мастеру Лоффину, и мастер Лоффин действительно оправдал ожидания. Экономика и военная мощь метавселенной быстро увеличивались. Не было ни малейших следов коррупции. Мастер Лоффин, естественно, не такой человек. Конечно, но к делегированию правящей власти космической страны, естественно, следует относиться с осторожностью. Мастер не был действительно достоин уважения. Он отказался от своих прав на власть, и так просто и аккуратно. Как лидер метавселенной он полностью заслуживал доверия. Теперь, когда лорд Лоффин собирается пробиться на уровень мирового мастера, наша метавселенная станет еще более могущественной. На улицах Эгисы люди повсюду разговаривали друг с другом. Внезапно они обнаружили, что над их головами появилось бесчисленное множество космических истребителей. Эти космические истребители либо парили, либо пролетали над их головами. Мало того, некоторые люди с сильным зрением или острым восприятием обнаружили, что в пространстве за пределами города Эгиды собирается большое количество сил. Что они делают? На улице кто-то вдруг задал такой вопрос, и другой человек сразу же ответил на него. Это должна быть охранная сила, которую высшее руководство организовало, чтобы защитить лорда Лоффина от любого, кто хочет помешать его продвижению. Я надеюсь, что ничего плохого не случится. Человек, сказавший это, уставился на бесчисленные космические истребители над его головой. У него было чрезвычайно торжественное выражение лица. Как раз в тот момент, когда люди внизу уставились на космические истребители, от них из динамиков на улицах внезапно зазвучал величественный голос. Все гражданские лица, пожалуйста, вернитесь в свои дома как можно скорее. Все гражданские лица, пожалуйста, возвращайтесь в свои дома как можно скорее. Город Эгидо будет заблокирован в течение следующих нескольких дней. Категорически запрещается находиться в общественных местах. Предупреждения от космических истребителей прозвучали ровно три раза. В это время люди на улице тоже быстро разбежались по домам. Пока они не идиоты, они все понимают, что нынешняя ситуация необычна. При небольшой неосторожности они могут лишиться жизни. Линьфы, по-твоему, ты думаешь, что кто-то попытается саботировать прорыв мастера Лоффина? Среди убегающих людей подросток посмотрел на своего спутника и спросил. Человек по имени Линьфы был светловолосым подростком. Услышав вопрос своего друга, он сразу же сказал с улыбкой. Нам не нужно думать об этом, Ухай. В любом случае, даже если небо рухнет, наши практики будут там, чтобы поддержать его. Подросток по имени Ухай покачал головой, но ничего не сказал. Он молча последовал за светловолосым подростком, и после того, как они бежали всю дорогу, они пришли на охраняемую подземную базу. Даже если вся поверхность Эгиды будет разрушена, в этом подвале не должно быть особых проблем. Светловолосый мальчик Линьфы огляделся. В этом подвале было довольно темно и сыро. Раньше об этом не заботились должным образом, но этого следовало ожидать. В городе Эгидо есть тысячи подвалов, подобных этому, и это всего лишь один из них. К счастью, хотя окружающая среда очень плоха, ее защита действительно хороша. Не говоря уже о том, что подвал находится более чем в 100 метрах под землей, почва Эгидо сделана из чрезвычайно прочных пород, прочность которых намного превосходит сталь. Кроме того, основание изготовлено из специального сплава, который может поглотить более 90% повреждений, не говоря уже о том, что он очень прочный. Даже практик звездного уровня должен потратить некоторые усилия, чтобы разрушить этот подвал. Ухай, ты хочешь посмотреть на ситуацию снаружи? Линьфой сказал это своему спутнику с улыбкой. Линьфой даже невольно потащил своего спутника в другое место на базе. Пройдя некоторое время, они вдвоем вошли в комнату. В центре комнаты был светлый мозг. После того, как светловолосый мальчик Линьфой включил светлый мозг, он сразу же открыл программное обеспечение. Вскоре после этого на голографической проекции над световым мозгом появилось множество сцен. Все эти фотографии, видеозаписи с камер наблюдения, установленных на улицах снаружи. Ты, ты. Молодой человек по имени Ухай был потрясен, увидев удивительную работу своего спутника. Ты, как ты взломал камеры наблюдения на улице? Если это обнаружат, нам конец. Ухай сказал Линьфою с выражением паники на лице. Конечно, не будет проблем, если наши действия не будут раскрыты. Светловолосый мальчик небрежно сказал. Ухай, ты действительно не хочешь посмотреть, что происходит снаружи? С необъяснимой улыбкой и сияющими глазами светловолосый мальчик быстро постучал по виртуальной клавиатуре. Через некоторое время он выбрал монитор и увеличил изображение на экране. Ухай изначально не собирался этого видеть, но в конце концов все равно не смог сдержать любопытство, поэтому слегка наклонил голову и краем глаза посмотрел на виртуальный экран. Светловолосый мальчик улыбнулся, увидев это, но ничего не сказал. Лицо ухая покраснело, когда он понял, что его действия были замечены. Пока он молча наблюдал со стороны, ситуация на экране изменилась. На экране внезапно появились две фигуры. Эти две фигуры летели в небе, глядя в определенном направлении с серьезным выражением лица. Это направление точно указывает на резиденцию Лофена. Это глава 659. Убийцы провалились, увидев две фигуры в воздухе. Линь Фэй чуть не выпучил глаза, это лорд Небула и лорд Урабарас. Сегодня нам действительно повезло. Я не ожидал увидеть таких важных людей. Даже относительно стабильный вухай был чрезвычайно взволнован в это время. Он очень хорошо знал, что Фан Юнь – спаситель и сильнейший страж метавселенной, истинный правитель. К сожалению, Фан Юнь теперь редко появлялся. То же самое относилось и к Небуле. Увидеть их обоих одновременно в реальном мире можно сказать, что это самый большой джекпот. Вот почему они были так взволнованы. Кроме того, эти двое молодых людей изначально были поклонниками Фан Юня и Небулы. Похоже, на этот раз у нас действительно может быть большое открытие. Линь Фэй в этот момент был полон энергии, его глаза не мигая смотрели на экран перед ним. На этом экране спокойно парили две фигуры. Вскоре после этого вокруг них собралось множество космических истребителей. Фан Юнь бесшумно парил над резиденцией Лофына. Его нынешнее изображение – это изображение обсидиановой черной змеи длиной 10 метров. Визуально в этом нет ничего впечатляющего, но те, кто обладает знаниями, знают, что эта форма всего лишь иллюзия. Небула, скажи своим подчиненным, чтобы они больше внимания уделяли космосу. Фан Юнь спокойно сказал Небуле. Кроме того, прикажите этим космическим истребителям рассеяться немного дальше, чтобы они не пострадали, если позже начнется битва. Да, мастер Ураборос Небула поспешно принял командование, затем начал делать жесты один за другим. Под его командованием космические истребители, окружавшие их, начали уходить один за другим. Тем не менее, они не полностью покинули город Эгида, они были просто рассеяны по краям. А Уралов Инна становится все более и более мощной. Он вот-вот достигнет.